Ровные стружки К осени в лесничестве начали строить плотину для небольшой гидростанции. Строили ее на реке в пяти километрах от девятого кордона. Леонтьев часто ходил на стройку. Он несколько раз бывал на строительство. Привык к зрелищу изрытой земли, кучам щебней и глины, навалу бревен. Здесь же его удивляли порядок и забота о том, чтобы не повредить ни одного деревца. Баулин придирчиво следил за тем, чтобы рабочие берегли окрестный лес, чтобы материал подвозили к плотине по одной дороге, а не прокладывая для этого десятки дорог, как вздумается шофером, и не обдирали без нужды деревья. Леонтьев любил немного посидеть на стройке и полюбоваться работой плотника. Здесь он часто встречал Евтея. Лучше всех плотников работал косматый пожилой Федор. В корявых его руках топор превращался в крылатое сказочное существо. Это было тем более удивительно, что самокрутку из махорки Федор сворачивал медленно, с натугой, чертыхаясь. То рвалась газетная бумага, то самокрутка расклеивалась, и махорка высыпалась на землю. Уже издали, подходя к плотине, Леонтьев слышал дробный стук топоров. Евтея обычно сидел на бревнышке около плотников, покуривал. Он здоровался с Леонтьевым, подмигивал на плотников и говорил. «Стучат наши дятлы!» «Стучат!» — соглашался Леонтьев. Чтобы стесать бревно, Федор сначала делал насечки. На топор он совсем не глядел, морщился от махорочного дыма, но насечки клал быстро и ровно. Потом Федор одним длинным ударом снимал толстый слой дерева и в сторону отлетал смолистый пахучий горбыль. «Здорово тешишь!» — говорил Леонтьев. «Покосимовски!» — отвечал Федор. «Главное, хороший инструмент надо иметь, а обтесать — дело десятое». «Глазомер еще нужен!» — замечал Леонтьев. «Как и во всяком деле!» — соглашался Федор. «В твоем занятии тоже без глазомера ни черта не получится». «В каком это занятии?» «В письменном. Мне сын зимой книжки читает. Я этого дела большой любитель. Сразу видать, как книга притесана. Иная просто впритык, а иная — заподлицо. Сколько ни гляди, а где швы не отыщешь». «Тоже труд великий!» — вздыхал плотник Иларион, худой, болезненный, никогда не снимавший бараньи шапки. «Кто топором, кто плугом, кто циркулем, а кто и словом. Каждый по-своему дает предназначение жизни». «А в чем оно заключается?» — хитро спросил Евтей. «Предназначение жизни». Плотники на минуту перестали тесать, вопросительно посмотрели на Евтея. «То-то, — сказал Евтей, — предназначение жизни. Каждое слово имеет свои рамки, а ты, Иларион, видать, мелишь, сам не понимаешь, что. Какое, например, мое предназначение? Щихлебать да махорку курить? Или есть во мне другой смысл?» «Тебе виднее», — пробормотал Иларион. «А ты, видно мне, — сказал Евтей, — что человек не для себя существует, а для движения жизни. Ты что ж полагаешь, что я за одну свою зарплату лес стерегу? Хватай выше. Яхте не ученый, а котелок у меня варит. Ты скажешь, закон такой, чтобы лес стеречь. Правильно. А кто этот закон выдумал? Человек. Вот я тебя и спрашиваю, для чего? «Каждому это известно, — сердито ответил Федор. Любому дураку ясно. Что ты нас с позаранку учишь?» Он в сердцах ударил топором по бревну, косо срезал слой, отшвырнул топор, плюнул и закричал. «Не гуди под руку! Из-за тебя бревно покалечил старый черт. Нам работа, а ему, видишь, по-баске развлечения. Профессор какой! Иди, лес свой стереги! А мы без тебя управимся, без своей науки! Небось, полено расколоть не может, а суется указывать!» «Это ты еще не подрос, — так со мной разговаривать, — спокойно ответил Евтей, затоптал самокрутку и встал. «Я тебе покажу, как дрова умею колоть!» Он обернулся к Алариону. «Давай топор!» «Чего ты?» «Топор давай, — говорю! Надо спесь с Федора мало сшибить!» «Это как?» — спросил озадаченно Федор. «А вот так, по часам. Часы есть?» — спросил Евтей у Леонтьева. «Ты гляди, сколько кто из нас за полчаса стешит, а потом проверим по мерке и на глаз, у кого чище работа». «Это ты брось, друг!» — строго сказал Федор. «За каждое бревно я в ответе, не ты. Ты мне здесь игру не устраивай. Здесь не ярмарка». «Значит, смущаешься, не осилишь». Федор мельком, но презрительно посмотрел на Евтея. «Ох, и распетушился ты, дед! Прямо наскакиваешь!» «Я не таких плотников, как ты, переплевывал», сказал Евтей и снял старый пиджачок. «Знаменитости из себя не строй!» «Проучить тебя надо, вот что!» гневно ответил Федор. «Только потому и берусь. Ну, давай, становись!» «Вот-вот!» закричал Евтей, засучивая рукава рубахи. «Давай!» Он поплевал на руки, подбросил топор, поймал его на лету и звонко ударил по дереву. Полетели смолистые щепки. В ту же минуту ударил и Федор. Чем дальше, тем яростнее работали Евтей и Федор. Щепки летели все чаще. Одна из них больно ударила Леонтьева по руке. Он отступил. Иларион, приоткрыв рот, смотрел на Евтея. Федор бил стремительно, нахмурившись. Дышал трудно со свистом. Евтей ухал и покрикивал. «Так-то, Касимовские, так-то!» Леонтьев следил за этим стремительным состязанием. Стук топоров все учащался, сливался в тугую дробь. Леонтьев не сразу заметил, что позади собрались рабочие и подошли Баулин и Мария Трофимовна. «Крой!» — кричали рабочие. «Крой, Федя, не отступай!» «Нас не перекроешь!» — хрипел Евтей. «Ну и чешет старик! Вроде мотор!» Рабочие хохотали. Баулин потянул за руку Леонтьева, но тот только замотал головой. Он, не отрываясь, смотрел на часы. «Стой!» — закричал Леонтьев и поднял руку. «Стой! Время!» Стук топоров оборвался. Евтей тщательно вытер рукавом потный лоб, и сплюнул. Федор отбросил топор и дрожащими пальцами начал свертывать самокрутку. «Вот!» — товарищ начальник сказал, отдышавшись Евтей, и обернулся к Баулину. «Глядите! Кто больше да лучше стесал! Ваше слово решительное!» Все притихли. «Чего там смотреть?» — хрипло сказал Федор, ни на кого не глядя. «И так видно. Твоя взяла, дед. Удар у тебя верный!» «Давай руку!» — воскликнул Евтей. «Я к тестару кое-чем располагаю!» Евтей и Федор протянули друг другу руки. «О, да хорошо!» — засмеялся Евтей. «Я тебе отныне мешать не стану! Ни-ни, ни капельки! Ты, Федор, своего дела, конечно, артист! Только больно горяч!» «Ладно уж!» — согласился Федор. «Приходи-ка к завтрему. Еще раз померимся. А прийти можно! Мне вот охота и с Иларионом схватиться!» «Куда уж там!» — смущенно пробормотал Иларион. «Мне бы свою норму обтесать, и то спасибо!» «Неужто меня не осилишь?» — спросил Евтей. Иларион снял шапку, поскреб в затылке, подумал. «Ну, это, как сказать, может, и осилю!» «А куда тебе, Иларион?» — снисходительно заметил Федор. «Против меня ты куда слаб же! Не срамись!» «Это, как сказать!» — повторил Иларион. «Может, я и против тебя срамиться не соглашусь! Ты не суди, что я с наружности квелый! Я такой с малых лет!» Растравил старик Плотников, сказал Баулин Леонтьеву, когда они вместе с Марией Трофимовной подошли к реке, чтобы посмотреть, как копер заколачивал в дно реки сваи. «Такой задиристый черт! Никому не даст покоя!» Поглядев, как работает копер, Мария Трофимовна пошла вниз по берегу реки. Евтей доложил вчера в лесничестве, что в километрах в четырех ниже плотины на девятом кордоне есть свежие бобровые норы. Надо было их осмотреть и отметить. Леонтьев отправился вместе с Марией Трофимовной. Стук топоров вскоре затих и сменился стуком дятлов и журчанием воды около коряк. День был яркий, прохладный в тени. С листьев орешника брызгала роса, река уходила в лес крутыми поворотами. На рудах песчаных ее берегах, над омутами, густо цвел меж сосен розовый вереск. Долго шли молча. Мария Трофимовна впереди, Леонтьев сзади. Несколько раз Мария Трофимовна оглядывалась на Леонтьева, и он каждый раз усмехался про себя. Вот он, простой объездчик, сопровождает Марию Трофимовну по своему кордону, и она каждую минуту может сделать ему замечание. Так оно и случилось. Мария Трофимовна остановилась и сказала, что ж-то вы, не заметили бобровых нор на своем участке? Евтей вас опередил, вроде как Федора. Леонтьев пожал плечами и промолчал. «Посидим здесь на берегу», неожиданно сказала Мария Трофимовна. «Какая тут теплота и тишина!» «Сказочная река», сказал Леонтьев, садясь рядом с Марией Трофимовной. «Да, сказочная», Мария Трофимовна помолчала. «Вы скоро уедете?» «Недели через две Стерлигов выздоровел, на днях возвращается». «А почему бы вам не остаться? Поживите у нас в лесничестве». «В Ленинграде дела». «Странно», — промолвила Мария Трофимовна, «совсем бы не похоже на делового человека». «Да я и не деловой», — засмеялся Леонтьев. «Я не так выразился. Просто в Ленинграде у меня работа, времени у меня впереди мало. А я не сделал еще и половины того, что хочу и могу», — добавил он неуверенно. «В конце концов, писатели не принадлежат себе, они принадлежат всем». «Всем?» «Значит, и мне?» — спросила Мария Трофимовна и улыбнулась. «Отчасти и вам». «А я думаю, наоборот», — ответила Мария Трофимовна, глядя ему прямо в лицо потемневшими глазами. «Я не совсем вас понимаю», — сказал Леонтьев. «Что наоборот?» «Как же не понимаете?» В полголоса почти шепотом ответила Мария Трофимовна, все так же, глядя на Леонтьева. «Вы чуткий, хороший человек и не замечаете самых ясных вещей. Не вы принадлежите людям, а иные люди принадлежат вам. Вас, должно быть, много любили в жизни?» Мария Трофимовна ждала ответа, но Леонтьев промолчал. «Конечно, любили», — сказала Мария Трофимовна. «Да и как вас не любить?» добавила она и покраснела. «За что?» — спросил Леонтьев, тут же понял, что не надо было спрашивать, и смутился. «Ни за что. Просто за то, что вы есть на свете». Мария Трофимовна быстро наклонилась к Леонтьеву, взяла его руки, прижалась к ним пылающим нежным лицом, вскочила и быстро пошла, не оглядываясь вдоль берега. Вечером Леонтьев возвратился к себе на кордон. На столе лежал томик Лермонтова, тот, что Мария Трофимовна взяла у него после лесного пожара. Значит, она приходила на кордон. Леонтьев перелистал всю книгу по страницам, но ничего не нашел. Ни записки, ни подчеркнутых у Лермонтова строк. Он подумал, что все равно эту книгу отдаст Мария Трофимовна совсем. «Вот и все», — сказал про себя Леонтьев. «Квартира профессора ботаники Петра Максимовича, богалея на Апсековском острове Ленинграде, отличалась многими хорошими качествами». Она выходила у окнами в ботанический сад, в ту его часть, которая была закрыта для посетички, и без всякого сожаления выбросил в печь. И в комнатах стоял зеленоватый полусвет от листва. Он снял со своей души великий грех непонимания, ящиков с рассадой, площадь, где выращивались редкие растения под стеклянными запотевшими колпаками, что казалось, в квартире столько же зелени, сколько в саду за ее стенами. Самой интересной комнатой был, пожалуй, кабинет Петра Максимовича с низким потолком и множеством одинаково переплетенных книг. Петр Максимович любил поражать по вечерам гостей и студентов одним приемом. Он водил гостя в полуосвещенный кабинет, приглашал садиться в кожаное кресло и незаметно зажигал ослепительную люстру. Яркий свет превращал кабинет в уголок цветущего растительного мира. Возоны с карликовыми соснами стояли прямо на полу. Тут же склонялись плакучими ветками карликовой ивы. На столе цвели оранжевые и белые цветы с мечевидными листьями. На стенах висели под стеклом высушенные травы, венчики цветов и листья, не потерявшие естественного цвета, очень яркие и самых причудливых форм. Все краски, которыми природа в таком изобилии, с таким бесконечным числом оттенков и с таким безупречным вкусом наделила растения, были собраны здесь как волшебные шкатулки. Петр Максимович, несмотря на свои годы и седину, был подвижный, бритый в выпуклых очках с несколько удивленными добрыми глазами. Страсть к ботанике соединялась у него со страстью к коллекционированию. Он собирал разные ботанические редкости. Особенно гордился Петр Максимович отполированным срезом ствола 800-летнего мамонтового дерева. Около слоев, нараставших в те годы, когда в мире происходили великие события, Петр Максимович прикрепил маленькие медные дощечки. На них было выгравировано год открытия Америки, смерть Ньютона, правление Петра I, пожар Москвы в 1812 году и так далее, вплоть до таблички Октябрьской революции. Дальше слоев уже не было, так как дерево было спилено в 1918 году. Петр Максимович был вдовец, детей у него не было. Хозяйством заведовала его сестра Полина Максимовна, совершенно незаметная горбатенькая старушка. Этим летом Коля остался на практике в Ленинграде и работал с Петром Максимовичем над вопросом об озеленении городов и о создании вокруг городов, заводов и рабочих поселков зеленых лесных поясов и парков. Работе этой придавалось особенное значение. Социалистическое государство требовало превращения пыльных и душных городов в города-сады. Новая планировка городов обязательно заключало в себе обширные сады, бульвары, парки, пруды и пригородные заповедные леса. Петр Максимович всегда занимался со студентами по тщательно обдуманному плану. Прежде всего надо было выяснить, как влияют на жизнь города сады, парки и пригородные леса. Мало было сказать, что они поглощают из воздуха убийственную для человека углекислоту, которая накапливается в огромных количествах в городах и восстанавливают целительный кислород. Мало было сказать, что они уменьшают силу ветров, поглощают пыль и газы, усиливают солнечное сияние, дают отдых, радуют глаз, повышают тонус жизни. Все это надо было доказать. Петр Максимович сейчас и занимался этим с помощью нескольких студентов, своих учеников. Каждому вновь найденному доказательству он радовался, но радость свою выражал обычно ядовитыми высказываниями по поводу неумения людей жить по-человечески. Коля никогда не встречал такого неумолимого противника городов. В этом отношении Петр Максимович явно преувеличивал. По его словам, ничего не могло быть вреднее, чем города. Эти скучные и нездоровые гнезда для нескольких миллионов людей, теснящихся на ничтожном клочке земли, тогда как просторная и пригодная для жизни земля расселается совсем рядом. «Биологический возраст человека составляет в среднем полтораста лет», говорил Петр Максимович. «А люди современных цивилизованных стран живут только половину этого времени. Вторую половину их жизни ворует город». Петр Максимович всегда ссылался при этом на Лондон, как на самый отвратительный город в мире. Тяжелый дым, висящий над Лондоном, приглушает солнечный свет, а кроме того туманы. Установлено, что знаменитые лондонские туманы вызваны к жизни главным образом каменоугольным дымом. «Чем больше дыма, тем чаще и гуще туманы». О чудовищном количестве дыма, заволакивающего Лондон, говорил простой подсчет количества сажи, сыпавшейся с неба на этот угрюмый город. Подсчет показал, что на каждый квадратный километр Лондона выпадает за год 400 тонн сажи. Легкие у лондонцев не розовые, а черные. Нигде в мире так не развиты туберкулез и рахит. Недаром эта болезнь не называется английской. Петр Максимович так убедительно говорил об оглушенном, отравленном, обреченном на преждевременное умирание человеке, тоскующем по воздуху лесов, по солнцу, что в чуже становилось страшно за этого человека. У нас этого не должно больше быть и не будет. Петр Максимович знакомил студентов с проектами перепланировки старых и планировки новых городов, где зеленые рощи подходили вплотную к домам и заводам и вклинивались в жилые кварталы. Он посвящал студентов не только в науку лесонасаждения, но и в необыкновенно сложное и увлекательное искусство разбивки садов и парков, когда деревья сажаются с таким расчетом, чтобы они давали разные планы освещения, чтобы многоцветное по оттенкам листва радовало глаз, чтобы осеннее золото одних деревьев оттеняло пурпур других, а лиловатость третьих создавало законченное обрамление. Это было забытое дело. Опыт его никто не обобщал. Благородство садового искусства чрезвычайно волновало Петра Максимовича. Петр Максимович не ограничивался разговорами. В свободное время он ездил со студентами в парки Пушкина, Гатчины, Павловска. Он показывал своим ученикам в натуре великолепие этих мест, созданных трудом и талантом человека, совершенство заранее обдуманных насаждений. Здесь все, вплоть до цвета коры, мощности стволов и обширности водных зеркал, удваивавших торжественный пейзаж, действовало с гармонической силой и вызывало душевный подъем. Наилучшее, как говорил Пушкин, расположение для восприятия впечатлений и для передачи их окружающим. Иначе говоря, вызывало то вдохновенное состояние, которому мы обязаны появлением великих творений искусства. Петр Максимович говорил, что в эти парки надо бы силой приводить тех консерваторов-ученых, которые до сих пор твердят, что вмешательство человека в жизнь природы уродует ее и ослабляет ее естественные силы. О каком уродстве может идти речь в этих блистательных парках создания их человека? Чем они хуже девственных нетронутых лесов? Наоборот, они лучше их, здоровее, прекраснее. Их рост не подвержен случайностям, какие часто встречаются в природе. Петр Максимович поручил этим летом Коле интересную работу. Нужно было выяснить, как леса и парки, влияют на состав воздуха и чистоту его в городах. Прежде всего, Коле занялся изучением лесов как заграждений против пыли. Ленинград окружен сосновыми лесами. Надо было начинать с сосны. Студенческое общежитие при институте закрылось на ремонт. И Петр Максимович предложил Коле переехать пока к нему в комнатку, где хранились гербарии. Коля с радостью согласился. Целые дни он проводил в городских парках и на островах, а иногда ездил за город в окрестные леса. Приходилось определять густоту хвоя и листвы на деревьях, чтобы выяснить, как выражался Петр Максимович, пыль и защитные свойства разных древесных пород. Работа была сложная, кропотливая, требовала расчетов и вычислений. Приближалось время, когда могла приехать Анфиса. Стоило Коле подумать об этом, как тотчас начиналась путаница вычислений. Каждый день Коля ходил на почтамт, куда Анфиса обещала прислать телеграмму до востребования. Но телеграммы все не было. Коля не мог придумать, как устроить Анфису в Ленинграде, где она будет жить. В гостинице дорого, да и трудно получить место. А родственников ни у Анфиса, ни у Коли в Ленинграде не было. И как назло. Погода стояла холодная и сырая. Только изредка просвечивало солнце, согревало воздух. И тогда ленинградцы вспоминали, что лето еще не прошло. Коля заканчивал свою работу. Он подсчитал, что площадь хвои, нависающей в воздухе над гектаром земли, равна 30 гектарам. Если всю хвою старой сосны разложить по земле в одну ниточку, то она протянется на 200 километров. Эти цифры сами по себе говорили о том, каким непроницаемым для пыли пологом является хвоя сосны. А листва деревьев и кустарников задерживало еще больше пыли, чем сосна. Потом Коли занялся вычислением количества пыли в разных районах города, в тех, где совсем не было зелени, и в тех, где были сады. Он сравнивал эти цифры с количеством пыли в пригородных лесах. Оказалось, что на Елагином острове с его густыми садами пыли было в 50 раз меньше, чем около Нарвской заставы, а в пригородных лесах в 30 раз меньше, чем на Елагином острове. Наконец, когда работа уже близилась к завершению, Коли подали на почтамте телеграмму. Приехала 10-го, остановилась в квартире писателя Леонтьева, фонтанка 28, жду Анфиса. Откуда взялся этот писатель? Коли зашел в парикмахерскую, побрился, посмотрел на себя в зеркало, худой, загорелый и почему-то все время улыбается. Он отправился на фонтанку. Ему не верилось, что сейчас в этом ставшем ему родным городе он увидит Анфису. Год назад, когда он проходил по этим улицам, Анфисы не было еще в его жизни. Сердце его было пусто. Коли разыскал в глубине третьего двора двухэтажный особняк, поднялся по мраморной лестнице и немного, помедлив, позвонил. За дверью залаяла собака, послышались тяжелые мужские шаги. Дверь открыл плотный, с обветренным лицом, седоватый человек в коричневой фуфайке. Это был Леонтьев. «А, — радостно! — сказал он, будто виделся с Колей уже сотни раз. — Наконец-то! — Колей и все! — Анфиса вас второй день дожидается. Пойдемте!» Леонтьев отворил дверь в большую комнату, залитую дымным солнцем. В этом солнце стояла Анфиса, придерживаясь за притолоку. Она улыбалась, глядя на Колю. Сейчас она была гораздо тоньше и взрослее, чем год назад в Ливнах. Они пожали друг другу руки, минуту молча смотрели в глаза, потом застенчиво поцеловались. «Ну вот видишь, — сказала Анфиса, ирдеющий румянец появился у нее на щеках. — Вот видишь, мы и встретились. Сядем здесь, поговорим». Они сели на тахту, покрытую ковру. Леонтьев куда-то исчез и прикрыл за собой дверь. «Ну как ты?» — спросил Коля. Анфиса хотела ответить, но тотчас за дверью заскреблась и заскулила собака. Она требовала, чтобы ее впустили. Анфиса встала, открыла дверь. В комнату вошла, клацая когтями по паркету, кривоногая такса с недовольной мордой. «Я очень рада», — сказала Анфиса. «Чему?» — спросил Коля. Такса чихнула, стукнула с мордой об пол, подошла к закрытой двери и опять начала скулить, проситься, чтобы ее выпустили. Анфиса встала, выпустила таксу и закрыла за ней дверь. «Всему?» — ответила, возвращаясь Анфиса. «Ты знаешь, я все не решала съехать в Ленинград». Такса снова заскреблась в дверь, повизгивая и подвывая. «О, Господи!» — сказала с досадой Анфиса и опять впустила таксу. Такса подошла к такте, начала подпрыгивать, чтобы взобраться на нее, но это ей не удавалось. Тогда такса пронзительно заскулила. Коля взял ее за шиворот и посадил на такту. Такса сердито заворчала. «Почему ж ты не решалась?» — спросил Коля. «Я так тебя ждал!» «Правда?» — радостно спросила Анфиса. Такса тяжело спрыгнула с такты и заковыляла к двери. Она ткнулась мордой в дверь, оглянулась на Анфису и заскулила. «Ну и характер!» — с отчаянием сказала Анфиса, порывисто встала, открыла дверь и вытолкнула таксу. Обиженная такса начала отчаянно лаять. Тогда появился Леонтьев, взял ее за шиворот, унес в ванную и там запер. Такса тотчас начала выть. «Ну, погоди!» — пробормотал в коридоре Леонтьев. «Я с тобой еще посчитаюсь, чертовка!» «Знаешь что?» — предложила Анфиса. «Пойдем лучше побродим по улицам. Она нас замучит. Не понимаю, как только Сергей Иванович ее терпит». Впередний смущенный Леонтьев пытался их удержать, но не очень настаивал, так как понимал, что такса может вывести из себя даже влюбленных. Он отпустил Анфису и Колю, но взял с них слово, что они вернутся к обеду. А такса, сообразив, что гости уходят без нее, отчаянно скребла дверь в ванной и визжала. На лестнице Анфиса и Коля остановились, посмотрели друг на друга и расхохотались. «Нет», — сказал Коля, — «здесь жить невозможно». «Это только в первый день», — ответила Анфиса. «Потом она привыкнет». Они прошли в летний сад. Он был полон солнечным светом до вершин старых лип. Никто бы не поверил, что стоит уже конец августа, если бы на землю не слетали листья, покрытые слабой позолотой. Небо над городом было таким ярким, будто соседнее море отдало ему весь свой блеск, а само стало от этого блеклым и прозрачным, как и подобает Северному морю. Осенняя дымка висела над Невой, и в этой дымке, золоченой иглой, мерцало легендарное Адмиралтейство. Трудно передать, о чем они говорили. О театральной школе и поездке в Казань, о знакомстве с Леонтьевым, о родном городке, который казался сейчас таким далеким, как во сне, о Нине Порфиревне, Петре Максимовиче, о Чайковском и старухе о графене Тихоновне, о лесничестве, о Колиной работе в будущем, пока Коля не сказал, что они никогда, никогда не должны надолго расставаться. А Анфиса ответила, что об этом не надо даже говорить. Потом Анфиса искосо взглянула на Колю и спросила, «Ты понимаешь?» «Да». Есть минуты, когда сразу меняется значение слов. Так и теперь. Слова возникали, тонули, исчезали, сменялись другими, но каждое самое обыкновенное слово, такое, как «ветер», «улица», «да», «нет», говорило о любви, о том удивительном состоянии, когда неотделимы друг от друга и радости грусть, а дрожание губ предвещает или смех, или счастливые слезы. Только к вечеру Анфиса и Колес похватились и на речном трамвае вернулись с Елагина острова на фонтанку к Леонтьеву. Леонтьев давно их уже ждал. Всего пять дней назад он возвратился из лесничества, где его сменил Прохор Стерлигов, разговорчивый и покладистый старик. В лесничестве его провожали как своего, звали обязательно приехать на будущий год, а Мария Трофимовна и Баулин даже проводили его до города и посадили на пароход. Они долго стояли на высоком берегу, пока пароход не скрылся за поворотом реки. Солнце садилось в лугах, пыль, поднятая стадом, золотилась над берегом, и долго еще было слышно с палубы парохода требовательное мычание коров. Мария Трофимовна стояла неподвижно, а Баулин долго махал кепкой. Сейчас в Ленинграде Леонтьев никак не мог войти в колею городской жизни. Среди всяких занятий и забот он вдруг вспоминал свою работу в лесу, заросшую вереском дорогу, стук ходиков с торожки, рассветный туман над болотцами, пожар, сон о Лермонтове, свой разговор с Марией Трофимовной на берегу реки, и его охватывала тоска. Все, что было связано с заповедным лесом, с лесничеством, казалось ему очень милым, родным. Мысли о Марии Трофимовне он сначала всячески гнал от себя, но вспоминал о ней все чаще, пока, наконец, не понял, что эта женщина вошла в его жизнь и уже никогда не уйдет. Леонтьев почти до слез обрадовался неожиданному приезду Анфисы, и первое время все не мог сообразить, как она разыскала его в Ленинграде, хотя сам он дал ей на пароходе свой адрес. Распоряжалась в доме Леонтьева чистенькая старушка, родом с реки Свири. Он звал ее нянюшкой и подсмеивался над ней. А старушка очень его почитала, хотя и жаловалась Анфисе, что Леонтьев не хочет входить в свои лета. «Так вот весь свой век, — горестно говорила старушка, — чемодан то укладывает, то раскладывает, ездит и ездит, Бог с ним совсем. А теперь, к примеру, рассказывает, что служил в лесу объездчиком. Уж и не знаю, верить айнет». «Правда, служил, — подтвердила Анфиса. — Я там была, знаю». «И к чему это мучение? Мало ему книги писать, так нет. Во все надо соваться. А человеку уже шестой десяток». На следующий день Коля с Анфисой и Леонтьевым пошли к Богалею. Петр Максимович внимательно посмотрел на Анфису и сказал, что после знакомства с ней он прощает Коле некоторые ошибки в вычислениях площади поверхности хвои. Анфиса не совсем поняла, о чем говорит Петр Максимович, но смутилась. Петр Максимович показал, конечно, все свои редкости и был весьма доволен восхищением Леонтьева. Узнав, что тот служил объездчиком, он очень это одобрил. И тут же завел разговор о том, что писатели зачастую делают совсем не то, что нужно, слишком возятся с психологией и пренебрегают другими удивительными явлениями жизни. «Ведь психология по существу мало меняется, — говорил он, сердясь, — любовь, ревность и все прочее повторяются из века в век. Получается рутина!» Леонтьев усмехнулся. «Вы не согласны? — запальчиво спросил Петр Максимович. «Конечно нет. Психика людей меняется очень заметно. Но это ничуть не опровергает ваших слов о новых темах в литературе. О чем, по-вашему, следовало бы писать? Ну, хотя бы в том деле, которым занимаетесь вы. Да тысячи тем! Для всего! Для рассказов, повестей, романов, даже для сказок! Вот не думал! Нарочно, чтобы подзадорить Петра Максимовича, — сказал Леонтьев. «Именно для сказок! Вы знаете, когда мы, лесоводы, сажаем сосновые леса, то кто для нас собирает самые отборные сосновые шишки, лучшие семена?» «Белки!» «Мы просто отыскиваем склады шишек, припрятанные белками на зиму, и отбираем их. Грабим, конечно, зверьков, но зато есть полная уверенность, что лучших семян вы нигде не найдете!» Леонтьев так увлекся разговором с Петром Максимовичем, что засиделся до полуночи. По дороге домой он сказал Анфисе, что обязательно будет писать книгу о лесах и что перед этой темой надо снимать шапку. Перед отъездом из Ленинграда Анфиса поехала с Колей в Пушкин. Колей хотел показать Анфисе тамошние парки. День был прохладный, уже осенний, в полсвета. Солнце не давало полного сияния. Тени на земле лежали неясные, размытые. Приглушенное освещение накладывало на все сероватую дымку. Почему-то эта дымка и увядающие сады и побледневшее небо вызывали ощущение легкой печали. Это чувство преследовало Колю и Анфису весь день до тех пор, когда заходящее солнце наполнило сады золотым блеском. Сонная гладь прудов отразила этот блеск, придав ему вечернее неколебимое спокойствие. До этого Коля с Анфисой долго сидели перед памятником юному Пушкину. Анфиса облокотилась на скамью и, задумавшись, смотрела на поэта. А Пушкин, тоже опираясь на тонкую бронзовую руку, смотрел на Анфису, как бы обдумывая легкий мадригал в честь этой девушки, пришедшей его навестить. К вечеру на фигуру Пушкина тоже лег закатный свет. Юношеский порыв его легкого тела говорил о мечтательной и шутливой молодости. Казалось, что Пушкин вот-вот спрыгнет на землю, подойдет к Анфисе и Коле, сядет с ними рядом и говорит о садах, лицее, поэзии. Весь этот день Анфиса чувствовала необыкновенное волнение. Она спрашивала себя, что же это такое, почему она так волнуется, почему боится вечера, когда придется проститься с этими садами. Она никак не могла определить свое состояние и знала только одно, что этот бронзовый Пушкин и полукруглый фасад лицея и Камеронова галерея меркнущая в багрянце листвы и могучие стволы лип, к которым хотелось прижаться щекой, как прижимаются к лицу родного человека, и блеск воды, и сумерки, и первое простодушное мерцание звезд. Все это связано чем-то общим, единым. И если исчезнет одно из этих явлений, то померкнет и все остальное. Так ощущаю все это. Но не находя своим ощущением название, она всем существом переживала совершенную гармонию окружающего. Пришла ночь, но Анфиса и Коля не хотели уходить. Они еще долго прощались с парком, прошли несколько раз по глухим аллеям и мостикам над прудами. Сады стояли, как бы в оцепенении. Ночная их тишина хранила в своей глубине шуршание листа, слетающего на траву с вершины дерева, всплеск крытого фонтана, вздох спящей птицы, беззвучное течение знакомых строк, который слышишь ты один. Сады прекрасные, под сумрак ваш священный вхожу с поникшей головой. Где-то очень высоко еще угадывался последний густой и лиловый блеск небосклона. Но тьма уже завладела садами окончательно и полновластно. И в этой темноте остался, наконец, один только звук, звон воды, льющийся из разбитого кувшина бронзовой девушки. Встреча с читателем. Зима прошла в трудах, в работе над книгой, а в июне Леонтьев решил снова поехать в лесничество к Баулину. Не было, пожалуй, такой области в стране от Уссурийского края до Одессы и от Баренцева моря до Самарканда, где бы Леонтьев не побывал за свою жизнь. Но лучшего места, чем заповедный лес и свой девятый кордон, он не встречал. Там все было ему мило, все успокаивало, все казалось таким родным, как материнский дом, когда мы возвращаемся в него уже взрослыми и искушенными жизнью. У Леонтьева была обычная человеческая слабость затягивать приближение того, что доставляло ему счастье. Ожидание хорошего всегда волновало его и уже само по себе давало ему радость. И на этот раз он скрывал от себя, что самую большую радость испытывал от ожидания встречи с Марией Трофимовной. Поэтому он поехал в лесничество не по железной дороге через Москву, а на пароходе через Свирь, Мариинскую систему и Череповец. В дорогу он взял несколько книг, которые мог читать и перечитывать бесконечно, письма Чехова и описание растительности Советского Союза. Эту последнюю книгу написал молодой, талантливый ученый Кожевников. Леонтьев читал ее с таким же интересом, как мальчишки читают романы путешествий и приключений. За Вытигрой пошли по берегам леса и переменились пассажиры. Исчезли последние горожане, пароходом завладели лесные люди, заготовители, живицы, лесорубы, охотники, медвежатники, землемеры. На палубе заговорили о подсочке, скипидарии, выволочке леса, трелевке, о том, что нынче рано зацвела сосна, о мелкостойности древесины, борьбе с майским хрущом, подгрызающим корни молодых сосен и о прочих не менее интересных вещах. В Белозерск пароход пришел утром. Над Белым озером лежал туман. Вся палуба и пристанские сооружения были покрыты обильной росой. Роса эта не высыхала, хотя солнце уже поднялось высоко. В Белозерске стояли долго, Леонтьев пошел побродить по городу. Он дошел до самой окраины, где за последним бревенчатым домом начинался качкарник, поросший березками, сел на лавочку у ворот, закурил. Тотчас из дома вышел мальчик лет 14, белобрысый, без шапки, застенчиво одернул ситцевую рубаху, поздоровался с Леонтьевым и, искосо на него поглядывая, начал чинить развалившийся мостик через придорожную канаву, отдирать лезвием топора прогнившие доски. «Учишься?» спросил Леонтьев. «В шестом классе», ответил мальчик не оглядываясь. «Много читаешь?» «Да как придется, я летом больше читаю, зимой некогда». «А кого ж ты из писателей любишь?» «А я всяких люблю». Мальчик отложил топор и, улыбаясь, посмотрел на Леонтьева. «Пржевальского люблю и Льва Толстого, и еще люблю французского писателя Гюго, а из теперешних?» «Горького», ответил мальчик, «И Леонтьева». «Кого?» «Леонтьева». «Вы разве его не читали? Он про охоту пишет и про всякие наши области. Я, как его книгу прочту, так мне сразу хочется сесть на пароход, да и поехать подальше». «А вы не ленинградец?» «Да», ответил Леонтьев, «Ленинградец». «Но что-то не слыхал я про такого писателя, Леонтьева». «А я вам сейчас покажу», сказал мальчик и убежал в дом. «А вот так случай», сказал Леонтьев про себя и засмеялся. «Встреча с читателем». Леонтьев часто встречался с читателями, но эта встреча с мальчиком особенно его обрадовала и растрогала. Мальчик вынес Леонтьеву зачитанную пухлую его книгу, изданную давным-давно в Ленинграде. «Прочтите непременно», сказал он. «У нас все его читают. Даже бабушка, а ей семьдесят лет, она у нас бывшая учительница. Ходить ее же трудно, она весь день сидит в саду и читает. «Вы в Белозерске живете?» «Нет, я проездом с парохода». «Жалко», сказал мальчик, «а то бы я вам дал прочитать эту книгу. Здорово написано про растение. Мы ее в школе вслух читали с Петром Игнатовичем и решили насадить школьный сад». «И что же, насадили?» тихо спросил Леонтьев. «А как же? И всю улицу засадили. Вон, смотрите, березками. Карнауговские мальчишки две березы сломали футбольным мячом. Но мы их и поколотили. Всем классом. Теперь они только на выгоне играют». Леонтьев посмотрел вдоль улицы. Молодые березки шелестели блестящей листвой, бросали легкую тень на деревянные тротуары. Леонтьев почувствовал теплый запах березовой коры. Что-то сжалось у него в груди. Он вздохнул, встал, протянул мальчику руку. «Ну, спасибо. Мне надо идти. Живи хорошо». Он пошел на пристань и так был взволнован этой встречей, что ничего по дороге не замечал. «Вот и награда», думал он, «лучше мне, пожалуй, и не нужно». Он был счастлив этой встречей и потому с недоумением остановился, увидев, как из маленького чистого дома с неизменной геранью на окна выбежала плачущая молодая женщина с растрепанными волосами и, запахивая на груди кофту, начала стучать в дверь соседнего такого же маленького дома. Она стучала неистово, всхлипывала и не вытирала слез. Они катились по ее щекам, падали на красную кофту и оставляли там темные пятна. «Что случилось?» спросил Леонтьев. Женщина обернулась к Леонтьеву, сердито посмотрела ему в лицо серыми заплаканными глазами и сказала, «Да вы что ж не знаете? война началась!» «То есть как?» спросил Леонтьев, чувствуя, что на лице у него появилась напряженная и болезненная улыбка, признак растерянности. «Как?» сердцем крикнула женщина. «Только что Молотов говорил по радио сегодня на самом рассвете немцы напали на нашу границу!» «Так», сказал Леонтьев, глядя на женщину, «Значит, из-за угла!» Он как-то сразу стал холоднее и спокойнее. Ему хотелось успокоить и эту женщину, но вместо всяких утешительных слов он неожиданно сказал, «Пойдите умойтесь, причешитесь!» «Нельзя в такое время так!» «Господи!» сказала женщина и густо покраснела. «Я, как услыхала, вовсе обеспамятила, бросилась к тете Даши, у нее Миша в армии, вы уж меня извините!» Леонтьев повернулся и продолжал путь к пристани. Все как-то сразу переменилось, даже солнечный свет и самый воздух. Все окружающее, внешнее, воспринималось мимоходом, не задерживалось сознание. И тихие улички, заросшие под забором крапивы, и встревоженные люди, куда-то торопившиеся по этим уличкам, и блеск утренней листвы и мычания коров. В Череповце Леонтьев сошел с парохода и возвратился поездом в Ленинград. А через два дня ночью из Москвы приехала похудевшая, бледная Анфиса с незнакомой пожилой женщиной, Ниной Порфирьевной, матерью Коли. Леонтьев встретил их как родных, хотя и видел Нину Порфирьевну впервые. Он тотчас заклопотал со своей старушкой-нянюшкой, чтобы дать гостям умыться, накормить их и устроить им комнату. Анфиса отвела Леонтьева в сторону, рассказала, что Нина Порфирьевна, как только узнала о войне, тотчас примчалась к Анфисе в Москву, и они обе решили сейчас же ехать в Ленинград Коли. Его должно быть в ближайшие дни призовут в армию. Потом Анфиса покраснела и извинила за то, что она ворвалась к Леонтьеву, но в гостиницах не оказалось ни одного свободного номера. Леонтьев сначала ее не понял, а когда понял, рассердился. Вот не ожидал, сказал он, что вы с такими предрассудками, и вы, Коля, для меня свои люди, хотя и знакомы всего ничего. Этот дом ваш дом, и чтобы вы мне больше об этом не смели заикаться. Анфиса взяла руку Леонтьева и тихонько ее погладила. Они стояли у открытого окна. Была уже поздняя ночь. В комнату тянуло речной сыростью. Призрачный свет лежал над городом. Гулка отдавались в пустынности улиц шаги патруля. Надо выстоять, сказал Леонтьев, и сберечь свое сердце. Тогда ничего не страшно. Да, ответила Анфиса, глядя за окно светлыми большими глазами. Да, Сергей Иванович, повторила она, и, взявшись за раму открытого окна, долго смотрела на белую ночь и на слабый свет зари над дневой и островами. Аграфена С годами случилось так, что Аграфена начала думать о Чайковском как о родном человеке. Ей все чаще хотелось поговорить о нем с кем-нибудь, вспомнить старое, но говорить было и некогда, и не с кем. Дурная я старая, бронила себя Аграфена. Он, может, через год, когда от нас уехал, позабыл даже, как меня звать. Вот уж верно, чем старее, тем дурее. Пришла война, престарелых музыкантов увезли куда-то на восток, дом закрыли, а ключи передали на сохранение Аграфени. Но за недосугом во время войны она в доме ни разу и не была. Поздней осенью областной город заняли фашисты. Вскоре начала достигать до Аграфениного села отдаленная канонада. Аграфена захворала, ноги ослабели, стали как ватные, а когда оправилась, начала ходить, уже пришли враги. Так Аграфена и осталась в селе с несколькими маломощными стариками. Фашисты пришли на серых машинах с черным оружием, будто они вымазали его болотной грязью, и говорили они по-болотному, будто квакали. Солдатские головы под разлатыми шлемами были похожи на лягушечье, с тонкими желтоватыми губами и белыми ледяными глазищами. Сапоги у гитлеровцев были как ведра, широкие, низкие, гремели на ходу. В первый же день они деловито повесили на березе свойственника Аграфены, лесника Ануфрия, за то, что застали его на мосту через лесную речушку, когда он подпиливал сваи. Но все равно вышла у фашистов задержка. Мост пришлось разобрать и строить на его месте новый. Для моста солдаты начали валить лес, а дальше больше, уже валили его целыми кварталами и так безобразно, чтоб не оставляли высотой с человеческий рост. Бревна тащили на блиндажи и укрытие, а потом привезли лесопильную машину, начали пилить доски и отправлять их в свой тыл, должно быть, в Германию. Был еще в деревне девятилетний мальчик Пашка, он заболел, когда все уходили, и остался с Аграфеной. Он прикидывался дурачком, гундосил, приставал к солдатам, клянчил у них не весь что, коробки от сигарет, патроны, пуговицы. Пашка вошел к ним в такое доверие, что солдаты только похохатывали над ним, дергали за вздернутый нос и даже подарили ему зеленый старый мундир. Пашка лихо носил его в накидку на одном плече, как пиджак. Мальчонка целыми днями шастал по селу и лесу, все разузнавал и рассказывал о графене. Стояло то время года, когда осень уже вылила все дожди, а ветер ободрал с деревьев последние листочки. По ночам уже подмораживало. Сухая земля потрескивала под ногами, вот-вот начнет сыпать первый снежок. Были сумерки, а графена сидела у окна, не вздувая огня. Очень было смутно жить на захваченной фашистами земле. Смутно и беспокойно. Только в такие поздние сумерки а графена отдыхала. Темно, никто ее не видит, и так тихо, что слышно, как на краю села брешет собака. А графена решила, если услышат близко топот немецких сапог, тихонько выйдет, прикроет избу и спрячется в сарайчик, там отсидится. Лишь бы фашисты ее не трогали, ничего не клянчили и не приставали с расспросами. Но на этот раз а графена так крепко задумалась, что очнулась, когда солдаты уже вошли в сене. Их было двое. Обоих а графена давно уже приметила. Один был худой, горбоносый, не то немец, не то румын. Он говорил по-русски, но чудно, коротко, и разговаривая, всегда держал руки в карманах шинели и смотрел на графену, посмеиваясь. Другой был плотный, в тесном мундире, в сапогах, желтой кожи. Солдаты пришли к графене за самоваром. Переговариваясь и посмеиваясь, они объяснили, что самовар нужен для генерала, потому что у него сегодня праздник. Генерал получил от фюрера награду железный крест и желает угостить своих гостей чаем из настоящего русского самовара. «Да где же он, этот ваш генерал?» спросила Аграфена. «В нашем селе никаких генералов нету». «В лесу», сказал горбоносый немец. «В старой вилле, что есть в лесу, там квартирует теперь генерал». «Хо-хо-хо-хо», сказала Аграфена. «Чего это вы все врете? Путаете! Тот дом давно стоит заколоченный». Солдаты ничего не стали объяснять, но снова потребовали самовар. «Да вы мне его распаяете», рассердилась Аграфена. «Небось, сроду самовара не ставили». Солдаты молчали. «Я сама с вами пойду. Поставлю вашему этому генералу самовар и обратно самовар заберу. Вам поверишь, наплачешься, улетит самовар, ищи потом ветра в поле». Солдаты были озадачены. Они о чем-то поговорили между собой, даже поспорили, а потом Горбонос и сказал «Пожалуйста, прошу, генерал, будем думать, останется доволен. Старая русская женщина сама подает ему самовар, как в кино». Аграфена взяла с собой на всякий случай Пашку. Солдаты осторожно, держа за ручки, несли самовар. «Пашка?» тихо спросила Аграфена. «Неужто в том доме фашисты? Что ж ты мне ничего не сказал?» «В каком доме? В музыканском?» «Ну да». «Третьего дня въехали?» «Я сам только сегодня узнал. Там должно быть штаб. Генерал живет, весь седой, морда как умеренно, и офицеры при нем». «Ладно», сказала Аграфена. «Теперь помолчи». Шли осиновым перелеском. Неизвестно, откуда на землю падал серый свет, хотя ни звезд, ни месяца не было. В тишине слышался трепет одинокого, уцелевшего на ветке осинового листка. Потом серый свет вздрогнул, и над землей прокатился пушечный удар. Он долго затихал, закатывался в ночные дали. Солдаты остановились, поставили самовар на землю, прислушались. «Зо!» сказал солдат в тесном мундире, и покачал головой. Горбоносый закурил, сложив ладони лодочкой, затянулся, сплюнул, но ничего не ответил. «Смекаешь?» спросила аграфена Пашку. «Смекаю», коротко ответил Пашка. Дорога пошла вниз, в сыроватый лес, где белел туман. Через болотце был перекинут ветхий бревенчатый мосток. Когда подошли к мостку, долетел второй пушечный удар. Он встряхнул сырую ночь. Застоявшийся в кустах холодноватый воздух ударил в лицо. По черной болотной воде пробежала мелкая рябь. И в этом пушечном ударе, похожем на вздох облегчения, были неторопливость и сила. Аграфена усмехнулась, вытерла рукой сухие губы, взглянула на солдат. «Что за притча?» подумала Аграфена. «Все свое, знакомое. И низинка это в тумане, где она девочкой пасла гусей, и мосток, что стоит здесь еще с тех времен, когда жил в лесном доме Петр Ильич и ходил по этой дороге к ним в село, и сток сена, почерневший от дождей, все свое. И вот идут по этим местам, топочут своими сапогами ведрами фашисты. Далеко залетели голубчики. Да посмотрим, где сядут». Генерал Штумф, высокий с седыми стриженными ежиком волосами и запудренными на щеках синими пятнами, следами неизлечимой прыщавости, был весьма доволен наградой фюрера. Он представлял себе, как в скором времени будет сидеть в имперской канцелярии в Берлине на совещании и крест на его груди отразится в полированной поверхности длинного стола. На стол нельзя было даже положить руку. Тотчас на полировке появлялось влажное пятно. Оно долго не проходило. Говорили, что фюрер не выносил этих пятен. Поэтому никто не осмеливался прикасаться к столу. Все сидели вытянувшись и так боялись смотреть на яростное, дергающееся лицо фюрера, смотрели на его отражение в столе, это было безопаснее. Генерал был доволен еще и тем, что в расположении его войск приехал из Берлина крупный лесопромышленник Бальцен. Сам генерал происходил из семьи почтового служащего и с молоком матери всосал почтение к людям высшего круга. Ему нравилось, что они никогда ничем не смущались, небрежно носили дорогую одежду и имели смелость относиться к некоторым поступкам фюрера с оттенком снисходительности, будто в глубине души знали, что он всего-навсего ефрейтор и главные силы, управляющие государством, находятся в руках не у него, а у них. Генерал отвел Бальцину лучшую комнату в лесном доме, ту, где по преданию жил когда-то известный русский пианист Чайковский. Бальцин приехал, как он говорил, с тремя целями отдать дать уважение армии в обстановке войны, совершить несколько экстравагантную прогулку по России и, кстати, ознакомиться с качеством и размерами русских лесов в этой части страны в связи с тем, что он получил право на их эксплуатацию для Германии. Генерал Штумб знал, конечно, что это, кстати, было главной целью появления Бальцена. Бальцен объехал всю северо-западную область, где уже начались валка и вывоз леса, и добрался наконец почти до передовой линии. Из этого генерал заключил, что Бальцен человек не только деловой, но и храбрый. В лесном деле Штумб ничего не понимал и относился к дереву пренебрежительно. Он считал этот материал малопригодным для военного дела. Железо, алюминий, медь, это да, это были военные материалы, а дерево только и годилось для ложа винтовок. За обедом генерал слушал Бальцена вежливо, но равнодушно. «Итак, мои господа», говорил Бальцен, обводя круглыми глазами офицер, «Вы, оказывается, не подозревали, да-да, не подозревали, какую пользу вам дает древесина? Да, на всякие взрывчатые штуки идут ацетон и метиловый спирт. Эти химикалии изготовляются из древесины. Да, из древесины, мои господа. Наши враги сейчас озабочены тем, чтобы сжечь и уничтожить немецкие леса. Да, все наши леса. Об этом они говорят и пишут открыто. Леса, где до сих пор живут гномы и поют лорелеи, расчесывая свои волосы. Бальцин засмеялся, а Штум вздержанно улыбнулся. Человеку в его ранге смеяться было неудобно. Они хотят лишить нас ацетона и метилового спирта, чтобы поставить на колени. Они забывают, что у нас в резерве есть русские леса. Мы их вырубим, если понадобится до последнего дерева. Генерал знал, что Бальцин может разглагольствовать о своем деле, часами. Это было, конечно, утомительно, но с этим приходилось считаться. Офицеры тоже были не очень довольны болтовней лесопромышленников серых гетро. Они перешептывались о предстоящем ужине и о том, что генералу привезли ящик венгерского коньяку. Но и за ужином Бальцин снова затеял наскучивший разговор о лесной промышленности. По мнению подвыпивших офицеров это было уже слишком. Лейтенант Кнюпфер, человек с пустыми опасными глазами, сказал, «Я думаю, что вы прихвастнули господин Бальцин, когда утверждали, что сведете все русские леса». «Мы уже свели десять миллионов гектаров, молодой человек», с достоинством ответил Бальцин. «Не вы, а мы», сказал с угрозой в голосе Кнюпфер. «Мы косим их снарядами и танками, как траву». «Спокойно», строго произнес Штумф. Всмотревшись по очереди в красные лица офицеров, он понял, что люди взвинчены и может произойти неприятность. «Мы навалим сосновые бревна до самого неба», прокричал Кнюпфер. «Подождем их и на этом костре поджарим для вас, господин Бальцин, чудовищную котлету». «Из чего?» спросил майор с бегающими глазами. «У него был такой вид, будто он все время ищет на столе самое вкусное кушанье». «Из штатских мозгов». «Вы плохо шутите», сказал Бальцин и обернулся к генералу. «Не правда ли мой генерал?» «Шутки не входят в обязанности моих офицеров», ответил скрипучим голосом Штумб. «Я не могу требовать от них искусства в этом деле. Каждый шутит как может». «Не обижайтесь, господин Бальцин, фронт есть фронт, люди имеют право несколько отдохнуть от утомительных приличий». Штумб понимал, что говорит не то, что нужно, но в голове у него уже шумело и пятна на лице сделали совершенно лиловыми. «К черту этого Бальцина!» Поднялся шум в разгар этого шума и подошла к дому Аграфена с солдатами, тащившими самовар. Шум все время менялся. Сначала он походил на шум скандала. Было слышно, как офицеры вскочили, начали двигать стульями. Кто-то кого-то удерживал, кто-то требовал «Прочь руки, пустите меня!» Бальцин несколько раз крикнул «Обратите внимание, мой генерал!» Потом кто-то захохотал, зазвенело разбитое стекло, все закричали «Хайль!» и шум сразу перешел в беспорядочный гомон обычной офицерской пирушки. Солдаты пошептались на кухне с денщиком генерала. Тот пошел доложить о самоваре и вернулся с ухмыляющимся лицом. «О, генерал рад!» сказал он. Солдаты притащили воды, долгое осторожно лили ее в самовар. Очевидно, вся эта история с самоваром казалась им необыкновенно забавной, особенно после того, как денщик принес начатую бутылку коньяку и они выпили по стаканчику. Аграфена развела самовар, села на табурет, поправила на голове платок, осмотрела кухню. Самовар и, конечно, вовсе не было жаль бог с ним самоваром, а просто она хотела узнать, что натворили гитлеровцы в этом старом любимом доме. С той минуты, как она узнала, что в нем стали постоем фашисты, у нее начало ныть сердце. А она-то думала, что дом стоит в стороне от дороги, заколоченный, тихий, его не заметят, не тронут. Что тут поделаешь? Как бы еще не спалили с пьяну? Ишь, сколько понаставили керосиновых ламп, и как они пылают! В кухне и во всем доме было жарко, окна были наглухо завешаны, слоистый керосиновый чад висел под потолком, дышать было почти нечем, все полы замараны, затоптаны. А бывало, при Петре Ильиче Феня входила в этот дом, поязливо, застенчиво. Каждый раз перед этим она мыла в бачке с дождевой водой загорелые ноги, исцарапанные колючками шиповника и малины. Половицы были чистые, поскрипывали. В тех местах, где на пол падало солнце, было приятно ступать босой ногой по теплому дереву. День и ночь тогда окна были открыты. Слабый ветерок шевелил занавески на окнах и полевые цветы, расставленные на столах. Почти каждый день Феня приносила Петру Ильичу землянику и цветы. Она ходила за цветами в заливные луга и рвала их долго, подбирала всегда одинаковые, то одну ромашку, то кипрей, то подворенник. А когда весна входила в полную силу и всю ночь над лесом не потухала заря, Феня пробиралась в усадьбу к Липецкому и рвала там для Петра Ильича сирень. До чего она была холодная, пахучая, расистая. Прижмешь к лицу пышные ветки, будто умоешься. Принесешь цветы, Петр Ильич возьмет за подбородок, приподнимет зардевшееся лицо, скажет «Эх ты, сероглазая!» и обязательно чем-нибудь отдарит. А потом сядет к роялю, заиграет. Сирень вся задрожит и роса с нее польется прямо на рояль. Но тут Аграфена очнулась. Вестовой тронул ее за плечо. «Генерал лично хочет сказать вам спасибо», торжественно сообщил горбоносый немец. «Он сильно доволен». Аграфена запахнула шаль на груди, встала, побледнев. Она гнала от себя мысль, что фашисты пьянствуют как раз в том маленьком зальце, где стоял рояль, в любимой комнате Петра Ильича. Не может этого быть. Но фашисты пьянствовали как раз в этом зальце. Аграфена вошла, остановилась в дверях и поклонилась, опустив глаза. Офицеры захлопали в ладошь, закричали, затопали ногами, а вестовой поднес Аграфене на тарелке стаканчик коньяку. Кто-то заиграл на рояле тушь. Аграфена подняла глаза, быстро выпрямилась. Что ж это, господи! Длинноногий офицер сидел за роялем в таком виде, что было совестно глядеть. Ноги он положил на рояль, раздвинул их сколько мог и играл между ног, колотил, изловчившись длинными пальцами по клавишам. Ах ты, ахальник! тихо сказала Аграфена и медленно пошла к офицеру, который все колотил по роялю, похохатывая и подмигивая. Платок упал с головы Аграфена на плечи. Все увидели ее седые чистые волосы, светлые от гнева глаза, лицо такое пылающее, будто кто-то дал ей пощечину. Был у нее холод на сердце, словно шла она на верную смерть и сердце уже знало, что надо делать. Ах ты, ахальник! громко повторила Аграфена и крепко взяла белобрысого офицера за потный ворот расстегнутого мундира. Пощенок! Скотина фашистская! Она рванула офицера за ворот. Офицер упал, круглый табурет покатился по полу. Фашисты вскочили, а Аграфена наклонилась над офицером, глядя ему в лицо ненавидящими глазами. Офицер привстал и быстро шарил в кармане риту, сругаясь сквозь зубы. Он вытащил маленький черный пистолет. Ах ты, скотина фашистская! так же громко повторила Аграфена. «Не здесь!» крикнул кто-то из гитлеровцев, но пистолет уже щелкнул резко и судорожно три раза подряд. Аграфена охнула, отступила, схватилась за рояль, тяжело села на пол. «Пашка!» крикнула она и заклепнулась. «Пашка! Беги!» Аграфена прижала руки к ушам, будто трогала сережки, но их не было, и она застонала. Потом она упала головой на пол. Откуда-то со страшной силы начала валиться на нее горячая тьма. Послышался запах гари, приближалась должно быть сама смерть. «А я вам, Петр Ильич, сиренья нарвала!» не то подумала, не то вслух, в последний раз сказала Аграфена и затихла. Когда Пашка услышал крик Аграфены «Пашка, беги!» он вскочил и, плохо соображая, что делает, смахнул со стола лампу и бросился к дверям. Он успел выскочить во двор, кинулся наугад в лес, в кусты, споткнулся, упал и притих. Весь дом гудел от криков. Пашка оглянулся. В окнах кухни полыхал багровый огонь. Кто-то выбил раму и черный дым уже валил наружу, перемешиваясь с языками пламени. Солдаты вытащили из дома пьяного генерала, потом начали вытаскивать какие-то ящики. Все кричали, суетились, и только горбоносый солдат, тот же нес самовар, стоял, засунув руки в карманы, смотрел на горящий дом и насвистывал. Потом в доме что-то начало взрываться, должно быть гранаты. Пашка отполз подальше от дома, тихо плача, вытирая глаза рукавом старого немецкого мундира. «Баушка!» шептал он и захлебывался слезами. «Ха, баушка!» Пашка лежала, уткнувшись лицом в палые листья. Земля была холодная, и что-то в ней шуршало, должно быть, жуки зарывались перед зимой поглубже, копали теплые норы. Все чаще долетали пушечные удары. Пашка поднял голову, прислушался, осторожно встал. В небе загорался и газ смутный мгновенный блеск. Пашка постоял, подумал и решил в село не возвращаться. Фашисты часто видели его вместе с Аграфеной, и если поймают, то обязательно убьют. Лесной дом, должно быть, сгорел дотла, уж очень он был сухой и маленький. В том месте, где он стоял, лес чуть светился, будто там догорал костер. Пашка выбрался в темноте на опушку на высокий песчаный обрыв. В лесу было тихо, а на обрыв слугов тянуло холодом. Прямо под ногами лежала тьма. Но в этой тьме Пашке чудилось движение. Оттуда изредка долетал торопливый грохот, потом опять все стихало. Пашка залез в яму от вывернутой ветром осины. Там было теплее и как-то надежнее, будто в блиндаже. «Да сижу тут до утра, а там посмотрю», решил Пашка. Сел, уткнулся носом в колени, натянул на уши шапку и затих. На руку ему пала снежинка, потом вторая, уже шел реденький мелкий снег. Пашка съежился сильнее, совсем втянул голову в воротник. Он дремал, просыпался, снова задремывал, а удары орудий вскоре слились сплошной гул. За стеной дальнего леса сотнями красных звезд поднялись и, повисев в воздухе, погасли ракеты. После этого вся даль начала вспыхивать непрерывным беглым огнем. Разрывы приблизились, снаряды ложились уже на большаке. Над лесом занялось зарево. Оно разгоралось, шло в стороны, потом поднялось в небо и осветило наконец угрюмую осеннюю равнину, лес и даже Пашкины руки. «Чего это горит?» подумал Пашка. «Горит вовсю ширь? Нет у нас таких больших сел». Он вглядывался в пожар, соображая, что же это горит, и, радуясь, громыхание боя приближалось, становилось явственней. Может быть, наши прорвали гитлеровский фронт и к утру уже будут здесь? Странно было лишь то, что бой шел, как бы сам по себе. Никакого признака людей не было вокруг. Один лес, доосвещенный огнем, корявые корни, поваленные ветром, сосны. Зарево разгоралось, огонь уже поднимался высоко в черное небо. Пашка догадался, что горит лес. Должно быть, фашисты подожгли его, чтобы задержать наше наступление. Земля тряслась, песок сыпался Пашки за шиворот. Ближе к рассвету все небо заревело от мчавшихся с востока невидимых самолетов. Один снаряд ударил прямо под обрывом. Пашка лег на дно ямы, свернулся и долго ждал, но больше близких разрывов не было. Очевидно, это прилетел случайный шальной снаряд. Так Пашка пролежал до утра. На рассвете он увидел, как шли по дальней дороге прямо как селу наши танки, а за ними бегом продвигалась пехота. Фашисты огрызались. Изредка то тут, то там разрывался вражеский снаряд, выбрасывая веера желтого дыма. Но разрывы становились все реже, а к утру совсем затихли. Тогда Пашка вылез из ямы и начал осторожно пробираться в село. Первое, что он увидел у околицы, была большая толпа пленных гитлеровцев, озябших, как будто высохших и угрюмых. Они понуро стояли на выгоне и ждали, пока наши автоматчики их пересчитывали. На третий день после того, как выбили из Бартенева фашистов, Пашка, возвращаясь от околицы, где он вертелся около тягачей с тяжелыми орудиями, увидел около аграфениной избы, привязанного к заборчику гнедого коня под седлом. Конь нюхал мерзлую землю, позваниваясь стременами. В дверях избы пожилой офицер с темным лицом разговаривал с дряхлым сельским дедом по прозвищу Пакуль. Дед любил повторять и потому его так и прозвали. Дед завидел Пашку и сказал офицеру, вот этот мальчонка, Пашка, жил у нее в избе, у аграфены, по культур хозяевали фашисты, его спросите. Офицер посмотрел на Пашку прищуренными спокойными глазами. Здорово, Пашка! Здравствуйте, неуверенно ответил Пашка. Где аграфена Тихоновна? А вам зачем? Хочу ее повидать. Нету ее, ответил Пашка и засопел. Убили ее фашисты. Офицер нахмурился и взял Пашку за плечо. Одет Пакуль, вдруг весь затрясся, снял шапку и редкие его седые волосы зашевелились от ветра. Офицер вел Пашку в избу, сел на лавку, поставил Пашку перед собой и крепко встряхнул. Рассказывай, как было, не бойся. А вы кто? спросил Пашка и потянул носом. С родственник ей, что ли? Нет, я дочку ее, Марию Трофимовну, хорошо знаю. Сам я ленинградский. Машу знаете? спросил Пакуль. Он тоже вошел в избу, сел поодаль, стащил шапку и пристально ее рассматривал, вертя в руке. Быстроногая была девчонка, сноровистая вся в мать. Да, Пакуль мы здесь землю ковыряли, и Пакуль то да сё она высоко поднялась. Ученые, говорят, стала, лесовод. Пашка сбивчиво рассказал офицеру все, что случилось с бабкой Аграфеной. Как забрали солдаты самовар, как пошли они в лесной домик, и там бабку Аграфену застрелил фашистский офицер. А дом, как занялся от упавшей лампы, так и сгорел, как свечка. Фашисты ничего и вытащить не успели. Дед перекрестился, а офицер снял шапку и сидел молча. Да, сказал он наконец, простая русская женщина, Аграфена Тихоновна, и опять замолчал. Видно, было ему трудно говорить. Пашка понял это и с уважением смотрел на офицера. Действительно, Леонтьеву трудно было говорить. Редко в жизни он плакал, но еще реже бывало так, как сейчас, будто комок застрял в горле и не дает вздохнуть. Есть женщины в русских селеньях, вспомнил он почему-то давно уже не читанные стихи. Есть женщины в русских селеньях, повторил он, и эти слова преследовали Леонтьева весь день. С самого начала войны, когда Леонтьев ушел в армию, и до этого дня он вспоминал лесничество, и решил про себя, что если выйдет живым из войны, то прежде всего съездит туда. С болью в сердце Леонтьев следил за гибелью лесов. Он знал, что гитлеровцы начисто вырубили великолепные дубравы на Украине. Он видел леса, похожие на исполинские кладбища, где к небу поднимались обугленные стволы, лишенные ветвей. В Смоленской области он видел опытный лес из лиственницы. Фашисты свели его весь до последнего дерева. Это был, как выражались лесоводы, классический лес, необыкновенной мощи, чистоты и прелести. Тогда, любуясь этим лесом, Леонтьев подумал, что термин «классический лес» точен и соответствует понятию классичности в литературе, живописи и музыке. Простота, совершенство формы, здоровая жизненная сила — все все это было особенно ясно выражено в этом лесе. Леонтьев вспоминал не только лесничество, но и людей, с которыми там сдружился. Вспомнил Баулина, Евтея, Марию Трофимовну и рассказ о ее матери, красивой старухе, которой Чайковский подарил когда-то сережке. Это воспоминание преследовало его как удивительная по чистоте почти детская тема. Ему все казалось, что это тема для музыки, а не для прозы. Но все же он решил обязательно написать об этом после войны, попробовать силы в небольшом лирическом рассказе, тогда как до сих пор считал себя только писателем-краеведом и втайне огорчался, считая это свойство ограниченностью. Когда их часть перебросили на тот участок фронта, где была родина Марии Трофимовны, Леонтьеву захотелось обязательно повидать Аграфену, послушать ее рассказы о Чайковском и побывать в том стареньком доме, где жил когда-то композитор. В записной книжке у Леонтьева был адрес Аграфены Тихоновны, село Бартенево, Сейчас, когда он въехал в село, оно оказалось совсем не таким, каким он часто представлял его себе, а гораздо лучше. Оно все раскинулось по горе. По обочинам села прозрачной стеной стояли облетелые ветлы. Внизу за рекой тянулись луга, а по взгорью подымался лес. Лес еще горел в глубине, и по серому небу тянулись ровно из струи дыма. Пашка проводил Леонтьева к пепелищу. Около дома валялись ящики, обрывки газет, грязные бинты, жестянки от консервов, патроны, рваные автомобильные шины. Вокруг было тихо, спокойно, и в глубине леса на ветках рябины с оранжевыми ягодами щелкали снегири. Леонтьев постоял на пожарище, сняв шапку. Потом побродил немного по лесу и вернулся с Пашкой в село. Он рассказал Пашке о сережках аграфены и добавил, что надо бы их найти и переслать Марии Трофимовне. Они в сундучке у нее, охотно сообщил Пашка. Я видел, а ключик за божницей. В избе аграфены Леонтьев нашел за иконой ключ, открыл сундучок. В сундучке лежала черная шелковая шаль, под ней чистые сорочки, потом ленты, фотографии аграфены с Машей, вихрастой девочкой с напряженными круглыми глазами, потом игральные карты, паспорт, а под ними в коробочке серьги. Леонтьев достал их и подошел к окну. В каждой серьге поблескивал маленький кристалл. Леонтьев засунул коробочку с серьгами в боковой карман куртки, запер сундучок, а ключ положил на прежнее место. Потом он сел за изубренный стол, достал из полевой сумки блокнот и написал три письма. Первое письмо он написал председателю местного райисполкома. Он сообщал о смерти Аграфены и настоятельно просил разыскать ее останки и похоронить. А после войны он приедет в эти места и сам займется памятником и могилой. Второе письмо было для Марии Трофимовны. Он не знал, где она, но решил отправить письмо в лесничество. В нем он тоже сообщал о смерти Аграфены Тихоновны и оставлял ее дочери свой фронтовой адрес. Он хотел прибавить, что ждет ее писем, но почему-то не решился. Третье письмо он написал Анфисе. Когда Леонтьев ушел в армию, судьба Коли еще не выяснилась. Леонтьев так и уехал, оставив Анфису, Нину Порфирьевну и Колю в Ленинграде. Квартиру свою он поручил Нине Порфирьевне. Сейчас он был уверен, что женщины застряли в Ленинграде, не успели выехать и каждый раз, когда вспоминал об этом, только махал рукой и старался поскорее отвлечься от беспокойных мыслей. В письме Конфисе Леонтьев вновь подробно описал смерть Аграфены. Почти ничего не сказал о своей боевой жизни и закончил словами «Берегите себя. Я привязался к вам всем, как старый дворовый пес. Если останемся живы, то так и быть, я буду вашим посаженным отцом. Вам с Ниной Порфирьевной очень трудно и голодно, а чем помочь не знаю. Где Коля? Вот Дерусь забросил свои писания, и мне все думается, как достойно сражаться за свою страну и ее людей, за молодежь, чтобы ничто не омрачало ее дни, чтобы она не потеряла доверие к жизни и способности радоваться каждой малости, если та наполняет смыслом и украшает существование. Целую вас, Нину Порфирьевну и Колю. Железное время. Между прошлой и настоящей жизнью будто встала непроницаемая грозовая туча, и как сквозь мглу этой тучи уже нельзя различить зеленые пригорки и легкие облака, так и за войной не было видно дней прошлого. Вернутся ли они, думала Анфиса, конечно вернутся, но останется ли все таким, как было? От Коли с того дня, как он уехал на фронт, не пришло еще ни строчки. Страшно было вставать по утрам и отгонять от себя мысль, что с ним что-нибудь случилось. И выживет ли Нина Порфирьевна? Она совсем высохла, лицо ее сделалось с кулачок, но глаза по-прежнему строго поблескивали из-за стекол пенсне. А где Леонтьев? Что с ним? С некоторых пор Анфиса ощущала его отсутствие как потерю жизненной опоры. Этот медлительный человек неожиданно стал ей близким, нужным, и ей уже казалось, что без него ей будет трудно не с кем будет посоветоваться, некому будет пожаловаться и услышать в ответ, что все будет великолепно, и нельзя уже будет броситься ему на шею, повиснуть на ней и поцеловать колючую небритую щеку. Как только выяснилось, что выехать из Ленинграда не удастся, Нина Порфирьевна тотчас начала работать в госпитале, а Анфиса поступила в бригаду актеров, обслуживавшую Ленинградский фронт. Во время одной из гастрольных поездок она простудилась так сильно, что ей пришлось вернуться в Ленинград. Нина Порфирьевна, не ожидавшая увидеть Анфису так скоро, вдруг непривычно засуетилась. У Анфисы упало сердце. Она подумала, что, наверное, что-нибудь случилось с Колей, но оказалось, что Коля жив, прислал уже несколько писем, а волнуется Нина Порфирьевна от того, что ей нечем накормить изябшую и едва держащуюся на ногах Анфису. «Смотреть на тебя не могу», говорила Нина Порфирьевна, «какая ты стала худенькая, а у меня только есть то хлеб и чай, правда, и сахару немного». Нина Порфирьевна поставила на чугунную плитку чайник, он тотчас совсем по-диккенсовски, засипел, запел, потом начал булькать, бурлить, выплескивать кипяток, будто радовался, что так быстро и хорошо сделал свое маленькое, но доброе дело. Анфиса, лежа на тахте, укутанной в три одеяла, смотрела на чайник. Он представлялся ей живым, добрым и дружеским существом. Пришла блокадная зима, взрывы тяжело и привычно гремели по городу. Дома обледенели, жизнь на первый взгляд только теплилась в людях, но человек жил и сопротивлялся и побеждал наперекор всему. Леонтьевская старушка-работница как-то уснула с утра и больше не проснулась. Лежала она чистенькая, прибранная, с выражением исполненного долга на лице. Беспокойную таксу давно закопали во дворе и положили на ее могилу кирпич. Анфису после выздоровления приняли в единственный оставшийся на время блокады в Ленинграде театр. Играли на ледяной сцене, зрители сидели в тулупах и ватниках и аплодировали, не снимая варежек. Во время воздушной тревоги все спускались в обширный подвал, и актеры доигрывали пьесу прямо на цементном полу без декораций. Анфиса часто оставалась ночевать в театре в маленькой артистической уборной. Всю ночь за стеной мыши грызли декорации. Особенно они любили выгрызать из пазов столярный клей. Анфиса ложилась на вычурный диванчик с золочеными ножками, наваливала на себя вороха театральных костюмов и медленно согревалась. Иногда за стеной пианист Мэттнер играл среди ночи на рояле. Это значило, что Мэттнер замерзает и старается согреться самым доступным для него способом. Иногда Мэттнер даже пел. Это пение почему-то успокаивало Анфису, хотя он пел вещи, как будто совершенно не подходившие к обстоятельствам. Музыка помогала думать. Анфиса думала, что она еще очень молода, а какая большая жизнь уже позади. Родной городок, любовь к Коле, Москва, театральная студия, Леонтьев с его дымящейся трубкой и неожиданными поступками, осада, выступления перед бойцами, пожары, розовый от зарева снег, опухший пальц. она вспоминала прошлое и думала, удалось ли ей за это время одарить хоть кого-нибудь из людей настоящей помощью и радостью, иначе жизнь теряла смысл, была похожа на безразличное прозябание. Однажды она рассказала об этих своих мыслях Нине Порфирьевне. Та рассердилась, ответила, что все это чепуха, что в такое тяжелое время каждый должен делать свое дело и поменьше ковыряться в собственной душе. Даже удивительно, откуда у Анфисы берутся такие мысли. Анфиса смутилась и дала себе слово никогда больше не предаваться этим бесплодным размышлениям. Однажды утром, когда Нина Порфирьевна ушла в госпиталь, пришло коротенькое письмо от Коли, всего несколько слов. Он писал, что невредим, что сейчас у них некоторые затишья и что он все время думает об Анфисе и Нине Порфирьевне. В конце письма Коля сделал приписку, просил узнать о судьбе Петра Максимовича Боголея, где он, куда эвакуировался. Анфиса прочла письмо, быстро оделась и понесла письмо в госпиталь к Нине Порфирьевне. Госпиталь находился на Аптекарском острове. Стояло хмурое утро, падал снег. Изредка в стороне Васильевского острова и порта рвались снаряды. В проруби на Неве закутанные изможденные люди брали воду. Тонкие стволы зениток смотрели наискось в небо из разных углов Марсова поля. Вмершие в лед свинцовые корабли казались покинутыми, ни одного человека не было видно на палубах. Заиндивившие рваные провода звенели, когда прохожие их задевали. Анфиса пошла по набережной Фонтанки. В летнем саду на голых липах не было ни одной галки. Сад был пустынен, мертв. Сугробы снега лежали около желтого старинного павильона и Петровского дворца. Если тревога заставала Анфису на улице, ее всегда тянуло укрыться в каком-нибудь живописном уголке, под колоннадой, под карнизом вот такого садового павильона или в подъезде, где стояли по сторонам входа, шестигранные чугунные фонари с выбитыми стеклами. Ей почему-то казалось, что самая прелесть, самая красота этих мест спасительна и надежна, что бомба не посмеет упасть здесь, как будто красота окружала эти колонны, портики и сады, непроницаемые для взрывов средой. Нина Порфирьевна прочла Колина письмо и спрятала его в карман халата. Ей было некогда, и Анфиса тотчас ушла. В театр Анфисе нужно было только к двум часам, и она решила зайти сейчас в дом, где жил Петр Максимович. Может быть, в доме кто-нибудь остался и удастся узнать, что случилось со старым профессором. В квартире Петра Максимовича, видимо, кто-то жил. В форточку была выведена жестяная труба, из нее валил дым. Анфиса поднялась на крыльцо и постучала. Никто не открывал. Анфиса стучала долго, пока не услышала за дверью медленные шаги. Кто-то подошел к двери, остановился, прислушался, но дверей не открывал. «Откройте», сказала Анфиса, «я к Петру Максимовичу». «Тяните дверь к себе», ответил глухой голос. Анфиса потянула дверь, переступила порог, и в полутьме прихожей вгляделась в сутулого, закутанного в теплый длинный платок, человека в меховой шапке и варежка. «Петр Максимович», вскрикнула Анфиса, «Да разве вы в Ленинграде?» «Не вижу, кто», сказал Петр Максимович, «кто вы такая?» «Я невеста Коли Евсеева, Анфиса. Помните, я была у вас с Колей?» «Пойдемте», сказал Петр Максимович, «только будьте добры, возьмите меня под руку». Сестра ушла за хлебом. Я уронил очки и почти ничего не вижу, а поднять не могу. С некоторых пор я не в силах наклониться, безбожно задыхаюсь. «Я рад, очень рад», Анфиса осторожно провела Петра Максимовича в его кабинет, как раз ту комнату, где топилась чугунная печурка, и из форточки валил дым. «Тут у нас тепло», сказал Петр Максимович. «Топим, сколько возможно, иначе пропадут растения». Анфиса огляделась. Все будто постарело в квартире, потускнело, повсюду стояли цинковые ящики. «А я не уехал», сказал Петр Максимович. «Заболел крупозным воспалением легких и так остался, представьте себе. Я вас совсем не вижу». Анфиса спохватилась, осмотрела пол и нашла очки. Они лежали около вазона с высохшей карликовой ивой. Петр Максимович надел очки, подвел Анфису к окну. «Да, теперь узнаю. Садитесь и рассказывайте. Сейчас придет Полина Максимовна и мы напоим вас чаем. Правда, это один кипяток, но горячая вода очень поднимает жизнедеятельность организма». Анфиса рассказала Петру Максимовичу о Коле и немного о себе. «Так», сказал он, «Значит, вы живете у Леонтьева». «Жаль». «Почему?» «Во-первых, фонтанка гораздо опаснее в смысле обстрела. А во-вторых, мы с Полиной Максимовной часто говорим о том, что вокруг нас уже не осталось молодежи. Я всю жизнь провел с молодежью. Люблю ее, знаете, всей душой и молодею с ней сам. И сестра тоже скучает. «Переезжайте-ка лучше к нам, места из той комнаты все ящики можно будет убрать». Анфиса объяснила, что это невозможно и спросила Петра Максимовича, что в этих ящиках. «Золото», засмеялся Петр Максимович, и добрые его глаза весело сощурились за стеклами очков. «Пожалуй, нечто даже дороже золота. Это семена». «Какие семена?» «Быстро растущих деревьев». «Здесь», Петр Максимович показал на ящике, «весь запас этих семян». «Сейчас, я, знаете, даже рад, что мне не удалось уехать из Ленинграда, иначе семена бы пропали, а у меня они в сохранности. Я их забрал из института к себе, и когда подумаю, что в этих ящиках дожидаются своего часа будущие великолепные леса. Я счастлив». Стекла в окнах взвякнули, и вскоре после этого дошел до комнаты полновесный удар. «Все по Васильевскому», заметил Петр Максимович. «С утра полят и полят». Петр Максимович начал шарить по столу, что-то искал. «Представьте себе», сознался он, «Я начал понемножку курить во время осады. Все-таки легче. Папиросы кое-как достаю». Он закурил, весь окутался дымом и спросил, «Вы терпеливая?» «Очень». «Так вот, слушайте, потерпите, а когда надоест, вы мне скажете, а то мне знаете не с кем слова молвить». Он помолчал. «Война скоро окончится, мы победим. это бесспорно. Но вы представляете, что будет после войны? Разбитые города, села, мосты, дороги, одичалые земли, сорняки, лесные гари, взорванные плотины и заводы и так далее, и так далее. Начнется восстановление, превосходно, но это меня не устраивает». «То есть как?» удивленно спросила Анфиса. «Устраивает, конечно, но не в полной мере, потому что нужно возродить не только города и заводы, но и естественные силы земли, они тоже подорваны войной, восстановить то, без чего невозможно жизнь на земле, само наше существование». «Леса?» спросила Анфиса. «Безусловно, иначе у нас из года в год начнут падать урожаи, пересыхать реки, засухи и суховеи, будут сжигать поля, а кое-где начнется и засоление почвы». «Я боюсь показаться парадоксальным, но возможно изменится и самый состав воздуха, и мы испытаем то, что называется кислородным голодом. Человеческий организм требует много времени, чтобы приспособиться к новой жизненной среде. он будет мучительно переживать нехватку кислорода». «Ну что вы», сказала Анфиса. «Да, очень может быть, что это так. Мне хотелось бы доказать свою мысль, но я уже, извините, устал. Очень быстро устаю и засыпаю прямо здесь за столом». В это время вернулась Полина Максимовна. она узнала Анфису, расцеловалась с ней и сказала, «А я вас часто вспоминала. От Коли были письма? Были? Ну, слава Богу». «Вам очень должно быть трудно», заметила Анфиса. «Да нет, не очень. Я еще и в детском интернате работаю. Сколько могу? Днем ничего, а вот ночей не люблю. Привычка у нас стариковская. По ночам спим мало, больше все ходим, что-то делаем или лежим, разговариваем в темноте, прислушиваемся, где рвутся снаряды. Вот видите». Она кивнула на Петра Максимовича, который уснул в кресле. «Слабеет, а все горит, все со своими лесами. А пока дело дойдет до лесов, продержаться надо, сберечь себя надо. А это у него не в обычае. Сам воду носит из Карповки, доски таскает на топку из разбомбленного дома и сидит за микроскопом. А как с микроскопом работать в варежках? Хоть и топим, а холодно». «Да не все старики такие», неожиданно заключила Полина Максимовна. «Про семена Петр Максимович вам рассказывал?» «Рассказывал». «Тут семена есть наши, древесные», почему-то шепотом заговорила Полина Максимовна. «А вон те в той комнате это семена пшеницы, лучших засухоустойчивых сортов. Тоже их теперь оберегаем. Хранил их с самого начала блокады наш большой друг профессор пахомов Николай Евгеньевич. Да вот умер месяц назад, и Петр Максимович тотчас перевез семена от него к себе. Это знаете, какая ценность? Сколько выращивали, работали, берегли. А тут блокада, голод. Конечно, соблазн большой появляется съесть эти семена, спастись от смерти. Другой бы нипочем не устоял. Но Николай Евгеньевич святой человек, рыцарь, зернышко не тронул. А что стоило? Вскрыть один другой ящик, остался бы жив. Но, говорит, рука не подымается. Это, говорит, было бы величайшим преступлением перед народом, перед человечеством, перед совестью. А главное скрывать надо, чтобы люди не дознались. Дверь у нас взрывом перекосило, плохо закрывается. Унести один-два ящика ничего не стоит. Вот мы никого к себе не пускаем. Удивительно, как это Петр Максимович вас впустил. Не удержалась, спросил, не открывая глаз, Петр Максимович. Выболтала? Доживем мы с тобой до беды. Полина Максимовна встала, торопливо вышла в соседнюю комнату. Я никому не скажу, Петр Максимович, сказала Анфиса. Поверьте мне. Я знаю, ответил Петр Максимович и открыл глаза. Ее тоже надо понять, Полину. Я оплакой собеседник. Мы с ней обо всем уже переговорили. А душу отвезти надо. Вот и дорвалась. Полина, сказал он погромче, не волнуйся, милая, вскипяти нам лучше водицы. Так вот, Петр Максимович обернулся к Анфисе, будто их разговор не прерывался, и он совсем не засыпал. Минует война, надо будет восстанавливать леса. А это дело, вы знаете, длительное. Нужны годы и годы, а ждать некогда. Вот тут-то и появятся на сцену быстро растущие деревья. Он показал нацинковые ящики. Пихта, конский каштан, серебристая ель, ива, канадский тополь, веймутово сосна, канадский тополь, как выражаются лесники. Самое гонкое дерево растет со сказочной быстротой, по полтора, а то и по два метра в год. Тут у меня есть еще один сорт белой акации, так называемой мачтовой. Дает стройные и высокие стволы и никогда не гниет. А об эвкалипте этом алмазе лесов нечего и говорить. Вымахает за какие-нибудь двадцать лет на шестьдесят метров. Сосне для такого роста нужно двести лет. Тут-то старик галилей здорово промокнулся. Он писал, что в природе не может быть деревьев выше ста метров, потому что не только их ветви будут обламываться от собственной тяжести, но и стволы не будут выдерживать чудовищного веса всего дерева. Петя сказала из соседней комнаты Полина Максимовна. Да не мочь ты ее ради бога своими лекциями. Какой там галилей, когда наверное сосет под ложечкой. Идите, чай готов. Ничего, она будущая жена лесовода. Это ей нужно знать. Анфиса напилась кипятку с кусочком сахару, разрумянилась и повеселела. Распростившись со стариками, она вышла на улицу и подумала, что там, в квартире у Петра Максимовича, она как-то совсем позабыла о тяжелых днях, пустынном Ленинграде, голоде, блокаде. Почему? Наверное, потому, что там не умирали человеческая мысль и теплота. Анфиса вспомнила микроскоп Петра Максимовича, блестящий, протертый замшей, без единой пылинки. Этот микроскоп показался ей сейчас мощнее тяжелых орудий. Она вышла к бирже, обстрела не было, стояла такая тишина, что было слышно шуршание снега, задевавшего на лету зарваные листы кровельного железа. Она остановилась у гранитного парапета, посмотрела на город, подумала, что вот так же на него смотрели, задумываясь о его великой судьбе, многие люди на протяжении двух столетий. Может быть, тут стояли и Пушкин, и Герцен, и Чехов, а может быть, останавливался на мгновение и стремительный Ленин, взглянул и подумал, что вот она, удивительная и непобедимая цитадель революции, город-провозвестник социалистических времен. Сейчас в немых его далек все было смутно, приглушено снегом, сумраком, будто город вымер, и она одна бредет по нему со своими недодуманными до конца думами, с упрямой верой в то, что придет избавление, потому что нельзя же, чтобы вот здесь, сейчас, под этим снегом в осажденном обледенелом городе, начисто исчезло будущее и оборвалась жизнь. Не может этого быть. Как бы подтверждая ее мысли, вмершие в Неву корабли вдруг опоясались ослепительными вспышками пламени. В снеговую муть с медным звоном помчались снаряды. Балтийский флот начал обстрел немецких позиций. Тотчас, откликаясь на резкие удары корабельных орудий, загремели по всему кольцу обороны пушечные залпы. Бледные зорницы выстрелов начали разверзаться в пасмурности городских горизонтов, и вскоре весь город и все пригороды уже гремели непрерывным орудийным огнем. В бесконечной дали со стороны Ладоги слух уловил частую упорную канонаду. Должно быть по ту сторону вражеского кольца? Раньше ее Анфиса никогда не слыхала. Неужели наши прорвали блокаду, подумала Анфиса, и побежала, спотыкаясь по дворцовому мосту, поправляя на бегу сбившийся с головы платок и, чувствуя, как жарко и радостно горят ее глаза? Снег летел навстречу сухими мелкими хлопьями, будто канонада отряхивала с низкого неба обильный черемуховый цвет. Ожидание В госпитале за Колей присматривала молчаливая молодая сестра. Руки у нее всегда были холодные. Каждое прикосновение ее пальцев будто сбавляло жар. Сестру звали Марии Трофимовной. Когда было очень трудно, Коля просил Марию Трофимовну положить ему руку на лоб. Она делала это, и свежесть сразу проникала глубоко в мозг, где билась, стараясь разорвать сосуды, перегретая кровь. Боль быстро утихала, Коля засыпал и снова один и тот же сон наплывал издалека, пока не заполнял все вокруг. Один и тот же сон, такой знакомый, как в мамином доме была знакома каждая щелка в деревянном крашеном полу. Коля не мог бы рассказать этот сон. В нем все было в тумане, будто весной, в прелом обогревающемся саду, где из-под лиловок, слежавшихся за зиму прошлогодних листьев, ползут стрелки молодой травы. За роялем в маленьком доме сидел Кузя и тихонько ударял по одной и той же клавише. Постепенно звук начинал нарастать, превращался в резкий свист, в глаза ударяло пламя. Коля стонал и просыпался. Да, в глаза ударяло пламя. Так вот оно ударило в глаза где-то под стародубом, когда Коля шел в сумерки по дороге, заросшей по краям густым ольшанником. Он упал и очнулся в кузове грузовой машины. На борту машины сидел боец с автоматом. Звезды над головой мелко дрожали от тряски машины. В груди была такая боль, что Коля сжал зубы, но не мог из-за толчков машины держать их сжатыми и невольно начал стонать. В госпитале, когда Коля приходил в себя, он видел, что сестра сидела обычно около окна и читала одну и ту же книгу «Томик стихов Лермонтова». Она закладывала книгу какой-то запиской и подходила к Коле «Ну как?» спрашивала она «легче». Коле кивал в ответ. За окном орали галки, таяли сосульки. По унавоженному спуску лошади волочили розвольни с сеном. Начиналась весна. Однажды сестру куда-то срочно позвали, и она в торопях оставила Томик Лермонтова на столике около Колиной постели. Коля осторожно вытянул руку, взял книгу. На одеяло из книги выпало письмо. Пряча его обратно в книгу, Коля нечаянно прочел надпись «Ваш С. Леонтьев». Уж не Сергей Леонтьев подумал Коля «Да нет, мало ли Леонтьев их на свете». Но все-таки когда сестра возвратилась, он сказал ей «Вы извините, я уронил письмо». «Ничего», ответила сестра и переложила письмо из книги в карман халата. «Сергей Иванович Леонтьев сказал Коля, «Хороший человек, писатель, это он?» «Вы его знаете?» Сестра быстро села на кровать в ногах у Коли. «Откуда?» «Хорошо знаю». «По Ленинграду, я же студент лесного института». «Удивительно», сказала сестра, «я тоже лесовод». «Почему же вы работаете с сестрой?» «Это всего на один месяц. У нас в лесничестве, сейчас работу свернули, почти нечего делать. Главный врач знакомый взял меня, я его упросила. Скоро опять поеду в лесничество. Это отсюда недалеко, всего 30 километров. А вы слышали, что Леонтьев работал у нас объездщиком два месяца? Слышал. Он лесной человек. Это при вас приезжали в лесничество две девушки? Нет, я была в отпуску, но мне рассказывали, вы их тоже знаете? Одну знаю, мы из одного города. А вот этого Лермонтова сказала без всякой связи сестра. Сергей Иванович мне подарил перед отъездом. Извините, сказал Коля, но откуда вы получили письмо? Где он сейчас? Сестра посмотрела за окно, где галки все сразу снялись со старых деревьев и за страшным гомоном полетели на другой берег реки. В армии. Был в Калининской области. Я сама из тех мест. Вот пишет, там у меня мать погибла. Да, сказал Коля. Тяжело. Знаете, что сказала сестра? Не надо вам разговаривать. Рано еще. Вы лежите тихо, а я с вами посижу. Как удивительно, что вы его знаете. Только вы не уходите, попросил Коля. Нет, не уйду. Ответила сестра, отвернулась к окну, задумалась, и положила свою руку на Колин локоть, как бы предупреждая его, чтобы он не двигался. Коля смотрел на Марию Трофимовну. Лицо ее точно светилось изнутри. Вдруг она улыбнулась. Должно быть чему-то такому хорошему, что Коля, сам не зная почему, закрыл глаза. Как только он их закрыл, в голове поплыли беспорядочные мысли. «Что это?» подумал Коля. «Кажется, я засыпаю. Неужели выздоровел? И даже рана уже не болит, а только чуть ноет. Как кричат галки, ведь это весна. Говорят, что лед на реке весь потемнел и потрескался, и уже стоят на столике около кровати ветки вербы с пушистыми барашками. А старая нянюшка сказала утром, что сегодня благовещенье, и мальчишки в этот день выпускают на волю птиц, что сидели всю зиму в тесных клетках. Благовещенье, благая весть. Он ждал ее от Анфисы. Коля открыл глаза. Сестра наклонилась над ним, встревоженно смотрела ему в лицо. «Что с вами?» спросила она. «Вам нехорошо?» «А что?» «Вы кричите во сне?» «Не знаю, приснилось что-нибудь?» «Но спите», сказала Мария Трофимовна. «Набирайтесь сил». Она вышла из палаты, а Коля тут же крепко уснул. Городок был в 60 километрах от железной дороги. Летом, когда ходили пароходы, никто от этой его отдаленности особенно не страдал. Но зимой было трудно. Особенно сейчас, военную зиму, когда раненых приходилось доставлять в городок со станции железной дороги на автобусах. На следующий день, после того, как Коля стала лучше, Мария Трофимовна уехала на станцию за ранеными. День был ветреный, пронизывающий. Раненых закутали в тулупы и одеяло. Все шло хорошо, но на обратном пути в лесу машину встряхнуло на корнях. В одном из окон треснуло стекло, и небольшой его кусок вывалился наружу. Сразу же всю машину начало обдувать ледяным сквозняком. Под руками не оказалось ничего, чтобы закрыть разбитое стекло. Тогда Мария Трофимовна села к окну и прижалась к нему спиной. Так она просидела до самого городка, радуясь, что в машине снова тепло, и раненые перестали беспокоиться. В госпитале она сдала раненых, зашла к Коле, немного с ним поговорила, потом переоделась у себя в комнате, и вышла на улицу. Ложились сумерки, но огней нигде не было. Городок был еще в полосе затемнения, в узком разрыве между тучами истлевал желтый закат. Ручьи шумели по обочинам деревянных тротуаров. Мария Трофимовна поднялась на крутой берег, откуда она в последний раз смотрела вслед пароходу, когда уезжал Леонтьев. Все это было. Но повторится ли опять, увидит ли она его? Она ходила по городу до позднего вечера. Она очень озябла. Ох уж эта весенняя сырость! Недаром говорят, что пока не прошла река, нельзя снимать шубы. она сняла свою старую надоевшую шубку и надела серое легкое пальто. В нем она сама себе нравилась. Для кого надела, неизвестно. Кто ее мог увидеть? На что она надеялась? На чудо? На то, что вдруг в пустынной тихой улице увидят его идущего навстречу. А как было бы хорошо! Она знала, что сегодня она какая-то особенная, полная нежности и любви, и что все это отражается в каждом ее взгляде, в каждом движении, слове, и все это для одного человека. Мария Трофимовна вернулась к себе, легла, но никак не могла согреться. А тут еще разболелась голова. Она уснула ненадолго, а когда проснулась часы, пробили всего одиннадцать. Мария Трофимовна сжалась в комок, но резкий озноб вдруг прошел по всему телу. К утру она уже была без сознания. Тяжелее всего были ни боль и не слабость, а утомительное состояние полусна полубодрствования, когда никак нельзя было разобрать, что происходит наяву, а что во сне. Когда-то она уже испытывала это состояние прошлым летом в Бартеневе, но тогда оно давало радость, а теперь тяготило. Мария Трофимовна очень уставала от быстрой смены дня и ночи, света и темноты. Откроешь глаза, желтоватым огнем горит электрическая лампочка, а около постели сидит на стуле бледный юноша в халате, и почему он сюда попал, неизвестно. Должно быть, это Коля молчит, опустив голову, и, кажется, дремлет. Закроешь глаза на минуту, снова откроешь, видно, как за окнами ветер качает ветку с набухшими почками, пролетают куда-то, торопясь облака, и нянюшки гремят посудой. А через минуту снова ночь, и мать Аграфена стоит у кровати, берет ее за руку, накидывает на плечи старый тулупчик, от него холодно голым горячим плечам. Аграфена ведет ее за руку в лес. Гул сосен оказывается вовсе не гулом, а музыкой, и в ее мелодию входит знакомая песня. В ополе березонька стояла. Аграфена закрывает концом платка рот. «Мама», говорит Мария Трофимовна, «Ну, мама же, как это можно всю жизнь убиваться по человеку за то, что он подарил тебе эти сережки?» «Дурочка ты», шепчет Аграфена, «разве я сердце свое смогу замкнуть на замок?» А музыка становится все слышнее, и каждый звук вызывает перед глазами новые удивительные вещи, то поляну с вереском, то иволгу на ветке, то красноватый ствол сосны. «Великий лес», говорит Аграфена, «А где-то за этим великим лесом шумят города, кричат сотни автомобильных рожков, блестят миллионы окон, и в толпах людей, смешавшись с ними, Мария Трофимовна видит Леонтьева, но он чужой, он не слышит, как она зовет его, он даже не оглядывается. «Михаил Юрьевич», тихо просит Мария Трофимовна, «Помогите мне, милый, подайте руку». Кто-то подает ей маленькую загорелую крепкую руку, но поздно, вокруг уже тьма и жар, и только с тоненьким скрипом, как вода в незаметную щель, медленно сочится, уходит сознание. Мария Трофимовна умерла ночью, утром, когда Коля вошел в ее палату, там уже стоял на столике стакан с каким-то розовым цветком, и было чисто и тихо. Лицо Марии Трофимовны покрывало спокойная бледность, живыми казались только ее темные ресницы. Похоронили Марию Трофимовну в лесничестве среди молодых сосен. Коля, уже оправившийся после болезни, ездил на эти похороны, и его поразил старый лесник Евтей. Он только крякал, закрыв лицо серой облезлой шапкой. Когда могилу засыпали, он сказал «Беспорядку много в этом деле, в смерти. Легкой души была женщина, а умерла молодой. А вот я скриплю старый пень, нет на меня управы. Я бы с ней обменялся в охотку. До меня, видишь, никто и не спрашивает». Коля познакомился с лесничим Баулином, молчаливым, усталым человеком. Баулин был так подавлен смертью Марии Трофимовны, что ни с кем, в том числе и с Колей, не разговаривал. В тумане спрятанного солнца. Вскоре после смерти Марии Трофимовны Коля уехал в Ленинград. Пришла первая после блокады весна. Под Любанью Коля проснулся, заглянул в окно вагона и выругался. До самого края земли тянулся горелый лес. Он был похож на чистокол из огромных жердей, от косого утреннего солнца, освещавшего лоснящиеся обугленные стволы, изрытую землю, воронки стухлой водой и ржавую проволоку, запутавшую все вокруг. Этот лес казался совершенно неправдоподобным видением, горячечным бредом. Ветер раздувал пепел, застилал черную редину леса сизым угаром. Сосед по вагону бородатый солдат долго глядел на лес, наморщив лоб, потом сказал «Иссобачили, измордовали фашисты нашу землю на сотни лет». «Ничего», ответил Коля, «вырастем леса и раньше». «Это точно», согласился солдат, «при теперешнем развитии нашей мысли». В Любане было солнечно, а над Ленинградом лежал туман. Это был тот легкий голубоватый туман, за которым неясным пятном проступает утреннее солнце, то тут, то там, его багряные отблески пробивались через туман, ложились на воду на стены домов. Было ясно, что этот туман очень непрочный, что его снесет первым же движением воздуха с залива, и за ним откроется чистое небо и город в блеске расистых поутру садов. Коля с бьющимся сердцем вышел из вагона на дощатую платформу московского вокзала. Он ничего не написал о своем приезде ни Анфисе, ни Нине Порфирьевне. Они знали лишь, что он лежит на излечении в госпитале, что все идет хорошо, и что как только он поправится, сейчас же приедет в отпуск. Город оживал на глазах, жизнь брала свое. С утра до вечера по всем улицам был слышен стук топоров, голоса девушек, возившихся на лесах. С Невы опять долетали гудки катеров и пароходов. На окраинах уже мощно дымили и звенели станками заводы. Даже пунцовые свечи кипреи, разросшегося в изобилии на стенах сгоревших домов, хотели, казалось, украсить этот город. Коля шел на фонтанку. Он был в старой шинели с мятыми выгоревшими погонами, с почти пустым вещевым мешком, висевшим через плечо. В тумане жужжали пилы на стройках. Воздух был напоен запахом моря, залива чуть тянуло утренним ветерком. Коля вошел в знакомый двор на фонтанке. Там было пусто, пробивалось трава, кучей лежали пустые гильзы от зенитных снарядов. В углу двора около кирпичной стены какая-то женщина колола дрова. Коля прошел мимо нее к парадной двери, забитой фанерой, и оглянулся. Женщина выпрямилась, откинула с олба прядь светлых волос, взглянула на Колю, вскрикнула, опустилась на кучу наколотых дров и закрыла лицо руками. «Ты?» — Анфиса крикнул Коля и побежал к ней. Она никак не могла встать, она только схватила его руки и что-то шептала. Потом подняла на Колю счастливые глаза, и Коля увидел знакомые взлетающие брови и маленькую родинку на виске. «Я сейчас встану. Милый ты мой, родной мой человек, что ж ты ничего не писал?» И она, как маленькая девочка, крепко обняла Колю на колени и прижалась к его шершавой шинели пылающим худеньким лицом. Короткое научное сообщение. Петр Максимович вышел из Кремля, спустился к Москве-реке и пошел по набережной. Ему захотелось пройтись, он кивнул шоферу, и машина осторожно двинулась следом за ним. Шофер поглядывал на старого профессора и усмехался. Тот, по мнению шофера, был чудак. Сев машину по дороге в Кремль, он сразу же начал возмущаться духотой, опустил окна и устроил сквозняк. На него не произвели никакого впечатления, ни две мокровые гвоздики в стеклянной колбочке, прикрепленной около дверцы, ни электрическая зажигалка, хотя профессор заметно нервничал, и выкурил по пути в Кремль две папиросы. Шофер был обижен, машины восхищались все, а этот старик только фыркал, будто его везут на трясучей таратайке. Поэтому, подумав, шофер сказал, «Эта машина легкая, послушная, не то, что какой-нибудь муровый Бьюик». «А что такой этот ваш Бьюик?» сердито спросил Петр Максимович. Шофер усмехнулся. «Такая марка!» «Все эти марки одинаковы», проворчал профессор, «отравляют воздух и портят людям нервы». Шофер живо обернулся. Машина стояла перед закрытым светофором. «Против этого я не возражаю», сказал шофер. «Я сам любитель свежего воздуха. У меня на родине в Калужской области места привольные. Только так рассуждать, как вы, не совсем, по-моему, правильно». «Это почему же?» «А потому, если вы пожелаете, то я вас через два часа в эти места доставлю на своей машине. Съедем шоссе, поставим машину подберезу, вы дверцу откроете и, пожалуйста, собирайте землянику под самыми колесами. Удобство, а поездом будете семь часов ехать, да еще с пересадкой». Профессор издал звук по коже на легкий смешок, но промолчал. Шофер, не дождавшись ответа, с места рванул машину под открытый светофор. Презрительно прищурившись, он допчал ее до Кремля. Там он ловко остановил машину почти с полного хода, зашуршав новыми шинами. Пока профессор находился в Кремле, шофер успокоился и даже вздремнул. А сейчас он, сидя в машине, смотрел так же, как и профессор, на сероватую мглу, что опускалась к вечеру на город, на веренице белых огней, на речные трамваи, подгонявшие гранитным берегам гладкие волны, на далекую зелень ленинских гор и разноцветные фонари троллейбусов, проносившихся по длинному мосту. Окна в машине были опущены, и постепенно в нее начал проникать запах зацветающих лип. «Хорошо», вздохнул шофер. Ему захотело, чтобы профессор постоял на набережной подольше, но профессор взглянул на часы, торопливо сел в машину и приказал ехать в театральную студию. В студию так в студию. Шоферу это было безразлично, но все-таки странно, какое отношение мог иметь этот ученый старик к театру. Когда машина въехала во двор студии, навстречу ей бросилась девушка в разлетающем с от ветра платье. Волосы ее отливали медью. Она открыла дверцу, помогла профессору выйти, и они расцеловались. Шофер поглядел им вслед, сдвинул на глаза кепку, почесал затылок, тихонько пропел, когда бы имел золотые горы и реки полные вина, все отдал бы за эти взоры, за эти милые глаза. Только после этого он неохотно выехал со двора. — Ну, как в Кремле? — взволнованно спросила Анфиса. — Превосходно. — В общем, вашему Коле хватит работы на всю жизнь. Анфиса засмеялась. — Вы рады? — Какой там рад, — ответил Петр Максимович? — Я не рад, я счастлив. В вестибюле студии Петра Максимовича ждал режиссер, высокий, седой, с учтивыми движениями. Он провел Петра Максимовича к себе в кабинет, усадил за круглый столик, где стояли вазы с пирожными и мандаринами, и попросил подать чай. — Я чрезвычайно рад такому счастливому случаю, сказал режиссер. От одной из наших учениц я узнал, что вы в Москве по важным делам, но все же осмелился вас побеспокоить. — Какое же беспокойство, — возразил Петр Максимович. — Одно удовольствие. Я без молодежи жить, знаете, совсем не могу. — Да? — спросил режиссер и сделал восхищенные глаза. — Это замечательно. Я побаивался, что вас удивит наша просьба. слыханное ли дело? Известный лесовод, крупнейший знаток этого дела в нашей стране, Петр Максимович заерзал на кресле. — Простите, но я говорю совершенно откровенно. Ученый большого плана приезжает к нам, чтобы побеседовать с театральной молодежью о лесных делах. Я не знаю, сообщили ли вам, что мы работаем над чековским дядей Иваней. Петр Максимович кивнул. Образ доктора Астрова с его любовью к лесу, с его идеей облагораживающего влияния леса на психику человека требует знакомства актеров, занятых в этом спектакле со всем комплексом лесоводческих вопросов. Таков наш метод воспитания актера. В это время Тата Базилевич внесла на подносе два стакана чая. Петр Максимович взглянул на нее и удивился. Что за глаза у этой девушки? Они были полны такого заразительного веселья, что Петр Максимович заулыбался. Легкое его раздражение на высокопарного режиссера сразу прошло. Тата поставив поднос слегка поклонилась, покраснела и выскользнула из кабинета. «У меня прекрасная молодежь!» сказал режиссер таким тоном, будто все эти юноши и девушки были в некоторой мере его собственностью. «Вижу, вижу», пробормотал Петр Максимович. «Радуюсь!» Петр Максимович с наслаждением выпил стакан чаю. Из открытого окна в разгоряченное его лицо подувал вечерний ласковый ветерок. Да, жизнь в общем хороша, это бесспорно. Петра Максимовича провели в длинный сумрачный зал. Он поднялся на сцену. Студийцы дружно встали. Петр Максимович замахал на них руками, подошел к краю сцены и начал говорить. «Прежде всего, сказал он, я бы хотел познакомиться с тем юношей, который будет играть доктора Астрова». Во втором ряду встал смущенный молодой человек. «Вы бывали в наших лесах?» спросил его Петр Максимович. «Да», ответил юноша, «звали его Женей Горбачевым, но, конечно, мало». «Так вот», сказал Петр Максимович, «я могу вам помочь, чтобы вы провели хотя бы два месяца в настоящем заповедном лесу». Юноша вспыхнул, заулыбался. «А как же мы?» Испуганным шепотом, но так, что было слышно во всем зале, спросила Тата. «Я думаю, что вам всем было бы полезно провести некоторое время в этих лесах, но об этом мы поговорим потом. Пока же я могу только сказать, что тот юноша, который будет играть доктора Астрова, должен быть его достойным потомком. Он должен любить леса и хорошо понимать их значение в нашей жизни». «Поэтому я собираюсь сказать вам и ему несколько слов о лесе как о мощном хозяйственном, биологическом и эстетическом факторе. Начну с последнего». Чехов устами доктора Астрова выразил одну из своих совершенно удивительных по меткости мыслей о том, что леса учит человека понимать прекрасное. В лесах с наибольшей выразительностью предстают перед нами величавая красота и могущество природы, усиленной некоторой дымкой таинственности. Это сообщает им особую прелесть. Помните Пушкинское «Лесов таинственная сень»? «Я не могу молчать о том, что в глубине наших лесов создавались подлинные жемчужины нашей поэзии, хотя бы такие, как подруга дней моих суровых или роняет лес багряный свой убор. Извините, что цитирую только Пушкина. Стихи позднейших поэтов с такой ясностью не удержались у меня в памяти. Леса являются величайшими источниками вдохновения и здоровья. Это исполинские лаборатории. Они вырабатывают кислород и улавливают ядовитые газы и пыль. Представьте себе, что на леса обрушился пыльный ураган. Уже в километре от опушки вы будете ощущать его лишь как потоки чистого и свежего ветра. Каждый из вас, конечно, помнит воздух после грозы. Он душист, свеж, полоназона. Так вот, в лесах как бы бушует невидимая и неслышная вечная гроза и расточают по земле потоки озонированного воздуха. Не знаю, слышали ли вы, что в больших городах в кубическом метре воздуха находится около сорока тысяч разных бактерий, а в лесах в каждом кубическом метре всего их двести триста, а то и меньше. Там вы дышите воздухом, который в двести раз чище и здоровее воздуха городов. Он целебен, он удлиняет жизнь, он повышает нашу жизненную силу, и, наконец, он превращает механический, а подчас и затруднительный для нас процесс дыхания в наслаждение. Кто испытал это на себе, кто знает, как дышится в прогретых солнцем сосновых лесах, тот вспомнит, конечно, удивительное состояние, как бы безотчетной радости и силы, охватывающие нас, как только мы попадаем в леса из душных городских домов. Но главное не в этом. Лес — это самый верный наш помощник в борьбе за урожай. У меня мало времени, чтобы рассказать со всей полнотой о том, в какой огромной мере лес способствует повышению урожаев. Он хранит почвенную влагу, смягчает климат, останавливает сухие и жаркие ветры, преграждает своими зелеными плотинами путь сыпучим пескам, лазутчикам пустыни. Он является конденсатором влаги, росы, тумана, инея. Из лесных болот берут начало реки. И, наконец, грунтовые воды в лесах и вблизи лесов стоят гораздо выше, чем в безлесных областях. Места, где уничтожен лес, подвергаются жестоким размывам отталых вод и дождей, довольно тонкий, как вы, конечно, знаете, слой плодородной земли, зачастую смывается начисто и реки уносят его в море. А то, что пощадили дожди, потом развивается ветром. Иногда ураганы поднимают на воздух целые материки плодородной почвы и уносят ее за тысячи километров. Это так называемые пыльные или черные бури. Невозможно перечистить все бедствия, какие несет истребление лесов. Если бы вы знали о них, то у вас должно быть не поднялась бы рука даже на то, чтобы сломать для букета ветку цветущей липы. В тех местах, где уничтожены леса, земля заболевает бесплодием и сухими язвами оврагов. Нет ничего безотраднее, чем зрелище пересыхающих грязных рек, порубок, гарий, всех этих пустошей, вызванных к жизни невежеством, нерадивостью и жадностью человека, теми его отталкивающими качествами, привитыми старым обществом, с которым мы жестоко боремся и успешно их преодолеваем. Напомню вам пророческие слова о роли лесов, сказанные Энгельсом. Людям, которые в Месопотамии, Греции, в Малой Азии и в других местах выкорчевывали леса, чтобы добыть таким путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран, лишив их вместе с лесами центров скопления и сохранения влаги. «Сегодня я был в Кремле», сказал, помолчав, Петр Максимович. Там обсуждались вопросы по восстановлению лесов после войны. Во время войны у нас погибли леса на площади почти в 20 миллионов гектаров. В одной только Белоруссии гитлеровцы сожгли, вырубили и обратили в пустыри 500 тысяч гектаров леса. В первую очередь фашисты уничтожили превосходные леса, созданные трудами человека, посадки лиственницы на Смоленщине и Дубравой Украины. В Орловской области они вырубили все рощи, воспетые нашим Тургеневым. Нам нужно сажать леса не только для восстановления природных сил земли, но и для нашего хозяйства. Нам нужно много древесины. В нашем народном хозяйстве существует не менее 5000 способов ее применения. Поэтому мы и работаем сейчас над разведением быстро растущих лесов и над тем, чтобы ускорить рост и улучшить качество наших привычных деревьев сосны, осины, тополя. Я уверен, что знаменитая проблема преодоления времени, иначе говоря, ускорения роста деревьев в самом недалеком будущем будет решена нашими учеными. Мы можем гордиться именами Докучаева, Тимирязева, Вильямса, именами талантливых лесничих, таких, как покойный Высоцкий, как женщина-лесовод Колосова, прошедшая тысячи километров по лесам, гарем и Ветровалу, обследуя северные лесные массивы. Это все подвижники лесного дела, великие труженики во имя будущего, во имя идущих нам на смену поколений. Сознание, что вся твоя работа является подарком будущему, что ты сам не всегда увидишь ее плоды, не ослабляет их силы. Эти люди лишены тщеславия и потому могут быть названы истинными творцами. Таков был доктор Астров, таков был и сам Чехов. Когда он говорил, что мы увидим небо в алмазах, то, может быть, он думал о необыкновенном блеске звезд в чистейшем воздухе лесной страны. Кто знает. Мы идем через времена стройки и напряженного труда к совершенной жизни. Думая об этом, я представляю себе человека, который, совершив путь через пески и гари, после изнурительного зноя, обветренной, сожженной солнцем, входит, наконец, в глубину торжественных и тихих лесов, и все его тело охватывает прокладой листвы. От бальзамических запахов лесных цветов, трав, хвои и коры исчезает усталость. Великая сила жизни видна во всем. В колебании вершин, в пересвисте птиц, в мягком освещении, а к вечеру где-нибудь около лесных вод человек садится у костра и рядом с ним садится тишина. Звезды в остык крат более яркие, чем над пыльным пологом городов, загораются в небе. При взгляде на них человек начинает понимать все величие мироздания, начинает понимать, что значит заслуженный отдых и душевный покой. Ночь поднимается над миром полная свежих запахов, смутного света, росы, крика ночных птиц, а впереди сотни таких ночей и рассветов, и дней, и вечеров, когда над Россией растилается не то туман, не то дымок костров. Может быть, об этом и думал Чехов. Не знаю. Позвольте мне закончить свое короткое сообщение старинной поговоркой, которая говорит, что каждый человек должен вырастить в своей жизни хотя бы одно дерево, иначе он мертвец и сухое полено. Аплодисменты не затихали очень долго, и долго еще раскрасневшиеся юноши и девушки не отпускали Петра Максимовича и просили, чтобы он рассказал еще что-нибудь о лесах. Если бы не Анфиса, то ему нескоро удалось бы уйти. Она взяла его под руку и вела в кабинет. Режиссер долго благодарил Петра Максимовича, жал ему руку, а Анфиса шепнула, как я заколю рада, Петр Максимович, если бы вы только знали, какое удивительное дело он себе выбрал. Когда Петр Максимович вышел во двор, шофер на тяжелой лакированной машине уже вернулся и ждал его. Петр Максимович усадил в машину Анфису, Тату и Женю Горбачева, сел сам и приказал шофера везти всех на речной вокзал в Химке. Шофер тотчас сдвинул кепку на затылок, повеселел и, рисуясь своей сноровкой и небрежностью, помчал машину по узким улицам, пока не вырвался на Ленинградское шоссе. Там он показал Марку. Машина понеслась как торпеда, лишь изредка приседая на рессорах. На речном вокзале было просторно, пусто. Прошел небольшой дождь, блестел мокрый асфальт. Из сада пахло туей, от воды нефтью, а на открытой веранде ресторана горели матовые фонари. Туча, пролившаяся коротким дождем, уходила на юг, а на западе уже открылось сияние летней зари. Цепь речных огней горела на этой заре. Издалека долетали звуки оркестра. Должно быть, в Москву возвращался прогулочный пароход. «Что играют?» спросила Тата. Все прислушались. Оркестр играл так далеко, что незаметные воздушные токи перепутывали его звучание. И можно было только догадаться, что оркестр играет вальс. Он кружился над подмосковными рощами, постепенно приближался, словно выплывая из этой широкой зари. Петр Максимович заказал ужин, вино, чай с пирожными. Когда Женя Горбачев разлил в бокалы вино, кто-то осторожно тронул Анфису сзади за плечо. Она быстро откинула голову. Позади Анфисы стоял Леонтьев, похудевшись, спокойной и, прищурившись, хитро смотрел на Анфису. Она вскочила, обняла одной рукой Леонтьева за шею, коса ее упала, но она, не замечая этого, крепко прижалась щекой колючей, как обычно, щеке Леонтьева и прошептала «Родной мой, как вы меня напугали! Откуда вы?» Петр Максимович торопливо протирал очки, чтобы рассмотреть этого странного человека. Протерев их, надел, узнал Леонтьева и сказал «Вас нам как раз и не хватало». Леонтьев поздоровался со всеми, сел к столику, потребовал еще вина и сказал «Прямо из Берлина только что демобилизовался! Всю войну мечтал о встрече со всеми вами, и вот можно поверить, что наша старушка-земля не без чудес! Все случилось так, как я думал!» Почему-то все замолчали, слышнее стал оркестр и как будто ярче загорел заря. «Кончено испытание!» промолвил Леонтьев. «Ну что ж, выпьем, что ли, за хороших людей?» «И за леса, конечно!» «Гонкое дерево!» Выступая перед молодежью, Петр Максимович не рассказал о главном, что произошло в Москве, о том, что был принят проект постепенного восстановления знаменитых брянских лесов. Не рассказал он об этом из глубочайшего убеждения, что пока дело не начато, лучше о нем не болтать. Петр Максимович был уверен, что у болтунов никогда ничего не выходит. «Терпеть не могу, Краснобаев», говаривал он. «Ох уж эти мне златоусты, наговорят с три короба, а когда идет до дела, так туда-сюда пыр-мыр, и ничего не получается». Петр Максимович думал о себе, что он человек немногословный, почти молчаливый, не замечая того, что даже оставаясь без собеседника, все время разговаривал сам с собой. Эту черту Петра Максимовича знали все его друзья и ученики, она служила постоянной пищей для добродушных шуток над ним. План восстановления брянских лесов, жестоко пострадавших во время войны, был взвешен со всех сторон и настолько убедителен, что не встретил возражений. Петр Максимович был сторонником восстановления лесов, как он выражался, по-настоящему, большими массивами, а не путем насаждения узких лесных полос. С давних времен брянские сосновые леса были лучшими в стране. Это были корабельные бары превосходного качества, самого высокого, говоря языком лесоводов, бонитета. Объяснялось это тем, что в песчаных землях, на которых разрослись эти леса, много фосфоритов. Такая почва дает сосне могучий рост и крупную и красивую древесину. До революции брянская сосна оценилась и на внутреннем, и на европейском рынках, дороже всякой другой. Весь безлесный юг России жил за счет брянских лесов. Множество брянского леса вывозилось из черноморских портов за границу. Пароходы везли на палубах могучие сосновые кряжи, разнося по всему миру освежающий, удивительный запах вековых сосен. Еще до революции на обширных порубках в брянских лесах начали селиться крестьяне и превращать те земли, где исчез сосновый лес, в поля. Песчаная почва давала тощий хлеб, овчинка не стоила выделки. Поэтому Петр Максимович предложил восстановить сосновые брянские бары на всем их обширном пространстве, создать для страны богатейшие запасы прекрасной древесины, а под поля свести, если понадобится, те лиственные леса, что вклинивались в брянский сосняк и разрастались не на фосфоритных песках, а на земле, пригодной для земледелия. План был принят, и с весны научные работы были перенесены из Ленинграда в одно из лесничеств в брянских лесах. Там же Петр Максимович заложил питомники скоро растущих деревьев. Место для скоро растущих было удобное. Средняя и теплая полоса России, где отсутствовали сильные ветры, была хорошая почва, наиболее пострадавшие от войны лесные области, в которых предстояло вести посадки, находились поблизости. Петр Максимович приехал в лесничество раньше всех вместе с Колей. приехала и Полина Максимовна. За многие годы она впервые вырвалась из города и никак не могла надышаться и насмотреться на окружающую красоту. Вблизи лесничества протекала река, ее заливные луга еще не были скошены и цвели крупным клевером. На реке стояла до войны водяная мельница, но фашисты ее сожгли и осталась только плотина, любимое место Полины Максимовны. Обугленный и обвалившийся мельничный сруб густо зарос лебедой. Анфиса была еще в Москве. Она обещала приехать ближе к осени. Студия готовилась к выпускному экзамену. Нина Порфирьевна давно вернулась в Ливны и писала оттуда Коле и Анфисе короткие открытки. Звала осенью хоть на две недели к себе. Звала, между прочим, и Леонтьева, и Петра Максимовичи. Последним она соблазняла разросшимися посадками по склонах знаменитых оврагов. Леонтьев остался в Ленинграде и зазел за свою дорожную книгу. В письмах Коле он жаловался, что получается совсем не то, что он задумал, а какая-то лирическая поэма. Он писал Коле, что завидует тем людям, которые умеют работать по плану. Для него точный план нечто недостижимое. С первых же страниц план трещит, расползается, и сквозь щели этого хорошо пригнанного плана начинает прорастать буйная поросль. Очевидно, художественная правда крушит план, и автор не в силах справиться с внутренней логикой вещи. Особенно возмущали Леонтьева его герои. С непонятным упорством они сопротивлялись ему, делали совсем не то, что намечал он для них, и очевидно, как раз то, что им и нужно было делать, и производили на Леонтьева впечатление, хотя и хороших, но чрезвычайно несговорчивых людей. Иногда он умилялся упорству своих героев, иногда приходил в ярость и рвал целые страницы, но это не помогало. Ну и профессия, говорил в сердцах Леонтьев, чтобы ей пропасть. Но он прекрасно знал, что дело свое не променяет ни на что в мире. Все равно, говорил он, буду есть мекину, а литературу не кину. Когда Леонтьев узнал от Коли о смерти Марии Трофимовны, он как-то весь сжался и несколько дней ходил подавленный. Потом внезапно уехал и возвратился лишь через две недели. Выяснилось, что он побывал сначала в том селе, где была похоронена Аграфена, а оттуда ездил в лесничество, где работал объездчиком, провел там несколько дней и возвратился с Томиком Лермонтова в кармане и фотографии Аграфены. Он повесил ее у себя над письменным столом. Больше Леонтьев ничего никому не рассказывал и Коли, естественно, его ни о чем не расспрашивал. После поездки Леонтьев три дня не выходил из своей квартиры, но после этих трех дней он вышел спокойно и как прежде. Перед этим он достал из письменного стола футляр с серьгами, долго положив на ладони рассматривал их, потом снова спрятал в ящик стола. Хотя Леонтьеву и очень хотелось поехать в лесничество к Петру Максимовичу, но он решил до осени, пока хотя бы в черне не окончит книгу, никуда не уезжать из Ленинграда. В лесничестве было очень много работы с посадкой новых лесов и с закладкой питомников. Все разговоры вертелись вокруг семян, их всхожести и свойств скоро растущих деревьев. Лесники называли эти деревья гонким деревом. Петр Максимович волновался из-за посадок нашей сосны и экзотов, скоро растущих заморских деревьев. Дугласовой пихты канадского тополя и так называемой сосны Мурея. Коли хорошо знал свойства этих деревьев, привык уже к ним, но изредка даже ему они казались фантастическими существами, особенно сосна Мурея. Ее прозвали пожарной сосной. За ее свойство великолепно разрастаться на гарях. Это свойство объяснялось тем, что шишки такой сосны висели на дереве по пятнадцать-двадцать лет и раскрывались только в сильную жару. Лучше всего эти шишки раскрывались во время лесных пожаров. Но семена высыпались из шишек только после того, как огонь прекращался. Семена пожарной сосны не теряли в скожести десятки лет. Петр Максимович любил рассказывать, как однажды такая шишка вросла в ствол сосны. Вокруг нее образовалось пятьдесят годовых слоев, а когда шишку выковырили из глубины дерева и исследовали, то в ней нашли совершенно свежие семена. Канадский тополь поражал скоростью роста, высотой и толщиной ствола. В средней России этот тополь за шесть лет вытягивался в вышину на девять метров. Но самым замечательным из быстроходных деревьев была, конечно, Дугласова пихта. У себя на родине в Канаде она поднимается в высоту на семьдесят пять метров. Средний возраст Дугласовой пихты доходил до тысячи лет. Вскоре леса из этих деревьев должны были, по мысли Петра Максимовича, заполнить многие пустоши, оставленные войной. Скоро растущие экзоты были в работе Петра Максимовича уже пройденным этапом. Он их просто разводил в питомниках для создания новых опытных лесов. Сейчас он работал над выращиванием быстро растущих деревьев из наших отечественных пород. Ивы, сосны, ели. Это был смелый, но продуманный опыт. В этом деле наш ученый Яблоков добился уже удивительных результатов. Он вывел породу исполинской осины. За сорок лет она достигала сорока метров высоты. Древесина ее была крепкая, чистая и совершенно не загнивала, как древесина нашей обыкновенной осины. Петр Максимович скрещивал наши деревья с заморскими исполинами и добивался их быстрого роста. Эта кропотливая и сложная работа уже подходила к концу, и Петр Максимович был уверен в ее успехе. Один небольшой участок питомника Коля засеял семенами из отборных сосновых шишек, заготовленных на зиму белками. Он решил посвятить молоденькие сосны, которые вырастут из этих семян, Леонтьеву. Могут же писатели посвящать книги друзьям и любимым людям? Почему же лесовод не может посвятить любимому человеку прекрасное дерево, на выращивание которого потратил много труда? Работа над ним требовала такого же напряжения, столько же забот, как и работа над книгой? Особенно ясно Коля почувствовал это, когда в питомнике появились первые слабые побеги деревьев. Они были похожи на побеги травы. С ними было, пожалуй, столько же хлопот, как с детьми. В жаркие дни их надо было притенять еловыми ветками, а осенью, когда из низин начали наползать по ночам холодные туманы, приходилось разжигать вдоль питомника костры, окутывать посадки дымом, чтобы согреть их и не дать туману съесть побеги. Кипрей. В начале августа в лесничество приехали Анфиса с Женей Горбачевым. Коля поехал встречать их в городок на большой реке. Туда подходила ветка железной дороги. Машины все были заняты, и Коле дали телегу и лошадь. Коля даже обрадовался. Поездка в телеге была приятнее, чем тряска в машине по сосновым корням. Городок был маленький, наполовину сгоревший во время войны. Улицы были так густо засыпаны сенной трухой, что телега катилась по ним бесшумно, как по ковру. От складов с пенькой тянуло сухим приятным запахом, напоминавшим запах вощины. В городском саду над рекой сварливо кричали и дрались на деревьях галки. Сад зарос чистотелом, крапивой. На круглодеревянной тумбе у входа была наклеена афиша «В кино Аврора шла новая картина Машенька». Коля усмехнулся. Подходящее название для кино в таком городке Аврора «Богиня утренней зари» Поезд должен был прийти только на следующее утро и Коля переночевал в доме колхозника. Проснулся Коля на рассвете. Он вышел во двор умыться. Роса лежала на траве. Вокруг колодца ходил гагача заспанный недовольный гусь. Дом колхозника стоял на юру. Вытираясь, Коля видел, как в туманах в свежести, еще оставшийся от ночи, всходило за рекой солнце. Розовые лучи протянулись в Ашину, где еще висел месяц, усталый и побледневший от ночного скитания по огромному небу. Вокзала в городке не было, он сгорел. Вместо вокзала стоял пока товарный вагон. Поезд подходил медленно и остановился далеко от товарного вагона. Коля побежал к нему навстречу, но опоздал. Анфиса уже спрыгнула на насыпь, а Женя вытаскивал из вагона и подавал ей чемодан и кошелку. Анфиса крепко поцеловала Колю и сказала «Как все-таки мы много путешествуем, Коля!» «Никогда я не был в таких глубинных местах», заметил, оглядываясь Женя. «Очень все интересно!» Женя удивился Телеге и еще больше удивился, когда узнал, что никакого возницы нет, а повезет их Коля. «Доедем!» успокоил его Коля. «Садитесь!» «По дороге завернем в чайную на берегу около Плакшоута. Выпьем чаю, закусим». В чайной было тепло, чисто. Девочка в красном ситцевом платье домывала полы. Сели за дощатый стол. Анфиса достала из кошелки бутерброды. Коля выложил на стол редиску. Он купил ее около вокзала. Девочка внесла маленький самовар. И Анфисе, и Коле, и особенно Жене это утро в чайной представлялось удивительным. Казалось, что они стали участниками неторопливого романа, действия которого происходят в безвестном городке с деревянными домами, с заглухшими садами, молодой любовью, дружбой, романа, перенесенного из столиц в глубину страны, в лесные края, на проселочные дороги. Было слышно, как по сырым оврагам тихонько бормотали родники. Женщины спускались к ним с ведрами и коромыслами, ведра звякали в тишине. Долго ехали лугами. В балках застоялись лужицы воды, заросшие по краям незабудками. Потом пошли гари с одинокими тонкими соснами. Гари сплошь были покрыты красным кипреем. Солнце палило нещадно. Тучами налетали слепни, лошадь часто останавливалась, отбиваясь от них головой и хвостом. Когда гари окончились и телега въехала в большой лес, решили переждать жару. Коля распряг Мерина, завел его в гущу орешника. Мерин довольно фыркал и срывал листья серыми замшевыми губами. Слепни исчезли. Очень хотелось пить. Они напились воды из круглой ямки во мху, где вода стояла в уровень с землей и была холодной и чистой. Если приглядеться, то была видна тихая струйка воды, бившая откуда-то снизу из мха. Она покачивала утонувшую в этой креничке высохшую ветку брусники. Женя лежал на земле около старого пня и рассматривал его. Каракуй, где отвалилась, виднелись запутанные ходы, проточенные лубоедом. По этим ходам бежали муравьи и тащили в хранилище внутри пня разные зернышки и сухую хвою. Сбоку на пне вырос древесный гриб, желтый как серо. Потом прилетел бархатный шмель, черный с золотой полоской на брюшке, сел на цветы кипрея и деловито загудел. Как здорово, промолвил Женя, такой пень можно рассматривать без конца. Этот старый перегнивший пень, сказал Коля, при умении можно прочесть как книгу, он весь в иероглифах. Как это? Как какую книгу? Книгу о круговороте жизни в природе и еще о многом. Вот смотрите, около пня растет кипрей, но только около пня, на полянке его уже нет. Кипрей любит землю, богатую азотом, а такая почва всегда образуется около муравейников, репкий цветок. помните, на гарях целые поля кипрея. Он там разрастается тоже неспроста. Дело в том, что кипрей очень смягчает жару и не дает солнцу на гарях сжигать молодые побеги деревьев. Нигде, как на гарях, земля так сильно не раскаляется от солнца. И, кроме того, кипрей по ночам не подпускает к побегам холодный воздух. Бывает так, что все верхушки кипрея обмерзнут, но он не даст погибнуть всходом. Самоотверженный цветок. Но этого еще мало. Кипрей влияет не только на температуру воздуха вблизи земли, но и на температуру почвы. Он охраняет не только побеги, но их слабые корни. Слушай, Коля, сказала Анфиса, это похоже на какую-то сказку. Цветок, нянька. На месте Леонтьева я только бы и писала, что об этих травах и деревьях хватило бы на целую жизнь. Какую бы книгу он мог написать, надо его растормошить. Каждый может это знать, ответил Коля. Но передать по-настоящему может, конечно, только поэт. Шмель торопливо вылез из цветка кипрея, почистил лапки, взлетел и сразу же набрал высоту. Вот Петр Максимович, сказал, помолчав Коля, говорит, что в будущих лесах должно быть много пасек. Пчелы будут опылять деревья и кустарники, и, кстати, в лесах будут жить хорошие люди, пасечники. Пожалуй, нигде занятие так сильно не сказывается на человеке, как здесь. Пчелы не любят неряшливых и шумных людей. Жара начала спадать. Небо медленно заволоклось тучами, по лесу прошел ветер. Коля запряг Мерина, и они поехали дальше. Дорога заросла высоким папоротником. Он клестал Мерина по ногам и оставлял на них оранжевую пыльцу. В лесу стало очень тихо. Потом в кустах послышался едва заметный шорох. «Дождь», сказала Анфиса и вытянула руку. Тотчас на ладонь ей упали две теплые капли дождя. Потом, помедлив, упала третья. Зашевелились от ударов капель листья. Запахло прибитой пылью. Где-то далеко прогремел ленивый гром. Потом вдруг дождь припустил и начал часто-часто сыпаться с неба быстрыми мелкими каплями. Деревья веселые торопливо зашумели, листва покрылась мокрым блеском, от спины Мерина повалил пар. Стащили сено на телеге грубое полосатое редно и накрылись им, как палаткой. Дождь усиливался, песок промок, потемнел, кое-где в колеях уже налились лужицы и капли, ударяя по ним, оставляли пузыри. Коля свернул лошадь с большака на боковую дорогу. «Ты куда?» спросила Анфиса. «Тут лесная сторожка рядом, надо переждать». Около лесной сторожки их облаял взлохмаченный пес со смеющимися глазами. Лаял он, как потом выяснилось, от досады, потому что ему нельзя сразу же положить Анфисе лапы на плечи и лизнуть ее в лицо. Но он это сделал, как только Анфиса соскочила с телеги. На крыльцо вышел худой лесник. «Назад!» крикнул он на пса. Но тот уже прыгал на Женю и в конце концов ухитрился лизнуть в лицо и его. «Дождиком прихватило?» спросил лесник. «По коже обкладывает. Пожалуйте в избу». Вошли в избу, в ней никого не было. «Хозяйки у меня нету», сказал лесник. «Померла еще до войны. Так один и верчусь. Сейчас я самоварчик поставлю. Молоко есть в подполе. Выпейте». «А кто же вас корова дает?» спросила Анфиса. «Самому приходится», неохотно ответил лесник. Лесник делал все медленно, не спеша. Достал чашки, деревянную солонку с крупной желтой солью, поставил самовар, потом полез в подпол. Пока он возился там, Анфиса заметила за ситцевой занавеской на русской печке два серых испуганных глаза. Они смотрели на нее, не мигая. Когда лесник вылез из-под пола, Анфиса спросила, «Кто это у вас там?» «Где?» встревоженно спросил лесник. «На печке». Лесник оглянулся на занавеску, ничего не ответил и начал раздувать самовар. Было видно, что вопрос Анфисы застал его врасплох, и он этим недоволен. Наступило неловкое молчание. Лесник сел на лавку около Анфисы, начал скручивать цигарку и, помолчав, сказал полголоса, «Дочка там у меня, Маша хворая. А что с ней?» так же тихо спросила Анфиса. «Душевная у нее болезнь, дикая она, пугливая, людей боится. Ранее на людном кордоне служил, да вот из-за нее перевелся суда в самый глушняк. Тут потише, прохожие люди ее не беспокоят». «С чего же это она?» спросил Коля. «Да, сказал лесник, не расслышав вопроса, была девочка звонкая. Бывало, как побежит в лес по грибы, никаких тебе малиновок не надо. Как пришли фашисты, мы с ними, понятно, били здесь, в своем лесу, партизанили, Маш, понятно, при мне, куда ей деваться-то?» побегла она как-то на покров в соседнее село, а вернулась уж не в себе. Вся черная заикается, ко мне жмется. А там видишь, какое дело, фашисты при ней человека повесили. Значит, не все детский глаз видеть может, не все. Не выдержала. С тех пор так и пошло. От людей хорониться, как зверек какой-нибудь лесной. Так что вы не обижайтесь, ежели я не ласково вас встретил. Все опасаюсь, как бы хуже от людей не было. Но замечаю, теперь ей полегче. Ежели с ней тихо, ласково, она уже не боится. Лесник обернулся к печке, сказал, Маша, а, Маша, ты выйди, это люди хорошие, они с добром к нам приехали. Здравствуйте, прошептала из-за занавески девочка. Здравствуй, Маша, ответила Анфиса. Слезай, иди к нам, будем чай пить вместе, у меня гостиница для тебя есть. Я босая, ответила девочка. Ну, что, что босая, я тоже разуться могу. Девочка шире раздвинула занавеску и долго смотрела на Анфису. Вы ее больше не кличьте, сказал лесник, а то опять напугается. Она, может, сама придет. Девочка действительно слезла с печки, подошла к столу, долго смотрела на Анфису жадными глазами, потом подошла к ней, тронула пальцем часики на руке у Анфисы и сказала, там старичок сидит, чего-то весь день пилит и пилит, «Только ваш старичок махонький, а наш большой, какой ваш? А вон тот», девочка показала на старые ходики, «Наш старичок кузнец, он ножик кует, как выкует, всех зарежет». «Ты брось, дурочка, выдумывать», строго сказал лесник, «не к чему все это?» Губы у девочки задрожали, она с испугом посмотрела на отца, закрыла лицо ладонями и заплакала. Анфиса притянула девочку к себе, погладила ее плечи, растрепанные косицы, девочка уткнулась горячим мокрым лицом в грудь Анфисы и все плакала, никак не могла остановиться. «Ну чего ты?» сказала Анфиса, «он совсем не ножик кует, а стучит молотком, мастерит себе сапоги на зиму. Он добрый дед, глухой, зачем же его обижать?» Девочка перестала плакать, судорожно вздохнула, искоса посмотрела на Анфису и еще теснее прижалась к ней. «Отошла», сказал лесник, «а со мной бы нипочем, вот беда». «Ласка ее можно вылечить», заметил Коля. «Оно, конечно, так. Да на ласку, милый человек, времени много нужно. А где его взять? Я целый день в лесу, а она тут одна. Вот и выдумывает бог знает что». «Я за ней дня через три приеду», сказала Анфиса. «Возьму ее на время в лесничество». «Может быть, там у нее все и пройдет? Поедешь со мной, Маша?» «Поеду», едва слышно ответила девочка, еще крепче прижалась конфисе к ее платью, от которого дивно пахло не то травами, не то цветами. «Да», сказал лесник, «не знамо как и благодарить. Женское сердце оно все одолеет, это уж истинно». Дождь прошел только к ночь. Туча ушла куда-то за леса, низко касаясь верхушек деревьев зашла луна, свет ее блестел в лужах. Лесник запряг лошадь, навалил на телегу сухого сена. Анфиса задремала в телеге от усталости. Изредка она открывала глаза и видела все то же. Лес и лес и блеск лунного света на дуге. Она слышала обрывки разговоров Коли и Жени, снова начинала дремать, и ей казалось, что этому лесу не будет конца. Старые серьги Леонтьев сговорился в городке с веснущатым шофером, что тот доставит на машине его вещи в лесничество к Петру Максимовичу, а сам пошел пешком. Леонтьев ожидал, что шофер удивится этому, но шофер отнесся к решению Леонтьева совершенно равнодушно. Это почему-то удивило и даже немного обидело Леонтьева. Так они и расстались, условившись завтра встретиться в лесничестве. Освободившись от вещей, Леонтьев прошел через городок к реке. На наплавном мосту человек в гимнастерке с медалями за Сталинград и Берлин удил рыбу. Он покосился на Леонтьева и спросил, «Огонька нету? Я свой коробок подмочил». Леонтьев дал ему закурить и присел рядом на бревно. Когда позади проезжала телега, Леонтьева встряхивала. В темной струящейся воде что-то поблескивало. «Головли», сказал человек с медалями. «Нету, клева, шуток разберет, какая им насадка нужна. Подойдут, понюхают и уйдут». «Хорошо здесь у вас?» «Да», согласился человек с медалями, «это точно хорошо. Далеко идете?» «В лесничество». «Но и развернулись там наши ученые», с гордостью сказал человек с медалями. «Леса сажают по всей округе». «Да как? Через двадцать лет тут будет рай сущий, это точно». Он наклонился, схватил воткнутое между бревен удилище и резко подсек. Леска натянулась и быстро пошла к берегу. «Шалишь», сказал человек с медалями и потащил из воды бьющуюся серебряную рыбу. Он ловко выбросил ее, наносил моста. Рыба запрыгала, сверкая на солнце. Женщина, ехавшая в телеге, остановила лошадь, сказала «Вот тебе, голубчик, и добыча, хочешь меняться?» «На что?» «Сметанка у меня есть». «Езжай», сказал человек, «привыкли меняться, может, еще и кобылу выменишь?» «Что ты?» ответила женщина. «Шутишь?» «Как несообразно, кобыла колхозная, а мне ушиться охота попробовать, я ее очень обожаю». Женщина задергала вождями и проехала. Леонтьев попрощался с человеком с медалями и пошел дальше. Кончался август, в лугах облепляло лицо паутина, но летали те же бабочки, что и весной, крапивницы и лимонницы. Леса по горизонту терялись в сухом розовом тумане. В ощущении простора, раскинутого во все концы земли, было что-то и праздничное, и грустное, как в коротком возвращении детства. Леонтьев прошел мимо озерца, заросшего по берегам шиповником, нарвал оранжевых ягод и попробовал. Их сухая сладковатая мякоть им очень понравилась. За лугом пошли новые лесные посадки. Леонтьев остановился и засвистел. Тысячи молодых сосенок зеленели в бороздах, поросших кипреем. Вскоре начался нетронутый лес. Леонтьев лег на землю около молодой сосны. Рядом с ним под черным осиновым листком прятался клейкий маслюк. К нему прилипла какая-то зеленая мушка и тонко жужжала, пытаясь освободиться. На травинку села лимонница, сложила молитвенно крылышки и уснула. От земли потягивала теплом. Леонтьев не заметил, как задремал. Сквозь дремоту он думал о своей книге. Удалось ли ему передать вне очарование этих просторов, весен, зим, полей, лесов? Кажется, удалось. Но, должно быть, нелегко будет читать эту книгу. Человек стал слишком тороплив, а такие книги надо читать медленно, стараясь увидеть внутренним взором все, что там написано. Он очнулся от ощущения, что на него кто-то смотрит. На дороге стояла девочка лет десяти, русоволосая, немного растрепанная. Косицы ее были завязаны зелеными тесемками. В руке она держала кошелку с грибами. «Тебя как звать?» спросил Леонтьев. «Феней?» «Нет, я Настя, я по грибы ходила. А вы зачем на солнце спите, голову нажжете?» «Ты откуда?» «Из лесничества. А почему вы меня Феней назвали?» «Похоже ты на Феню, потому и назвал». «Откуда вы ее знаете, Феню?» «Знаю». «Да вот и неправда», засмеялась девочка. «Она сахар сказать не может, говорит шахар, и вовсе на меня не похожа». «Да ну», удивился Леонтьев, «значит, это не та Феня». «Одна у нас Феня, у нее нос рыжий от веснушек». «Ну, пойдем», сказал Леонтьев и поднялся. «Мне тоже в лесничество». «Далеко еще идти?» «Часа два», ответила Настя. «Я быстро хожу». И она проворно двинулась по дороге, перебирая маленькими загорелыми ногами и немного наклонившись на бок, чтобы легче было тащить тяжелую кошелку с грибами. «У нас в лесничестве теперь новая девочка живет», сказала Настя. «Маша, лесникова дочка». Она с отцом жила на кордоне, а ему трудно. Она больная, Маша, будто немного безумная. Тут приехала из Москвы одна молодая тетенька и забрала ее к себе в лесничество. «Зачем?» «Ну, чтобы, значит, вылечить ее». «Ну и как?» «Ничего, полегчало. Маша с нами теперь даже играет. А ранее бывало, как увидит кого из нас, так и бежит, бежит, не догонишь?» «А кто же эта молодая тетенька?» «Артистка», ответила с гордостью Настя. «Я вырасту, тоже пойду в артистки, плясать буду». «Анфиса», подумал Леонтьев. «Конечно, она». Вышли на порубку. Сосны были спилены высоко на уровне человеческой груди. Местами завалы из стволов и высохших веток с рыжей хвоей казались непроходимыми. Из земли уже пробивалась березовая порсель. Но во многих местах ветки и сушняк уже были убраны в большие кучи. А пни спилены под корень. В этих местах порубку уже не производила впечатления сплошного бурелома и хаоса. «Это здесь фашисты лес валили», сказала девочка. «Хотели наших остановить. Смотри, чего наломали. А нынче все это прибирают. И тут новый лес посадят. Из какого дерева, я забыла, как его зовут. Оно духовитое, и мы тоже лес сажаем». «Кто это? Мы?» «Ребята, мы старших иногда обгоняем». Девочка шла все быстрее. Леонтьев за ней не поспевал, да ему и не хотел сторопиться. «Ты беги», предложил он девочке. «Дорога прямая, я сам пойду». «Ладно, а то мне поскорее надо». Она кивнула Леонтьеву и уже через минуту была далеко, а потом и совсем исчезла за густой порослью. Леонтьев остановился. Среди поваленных сосновых стволов лежал на боку заржавленный танк с запыленным фашистским крестом на башне. Леонтьев подошел к нему, башня была открыта, из нее пахнуло нагретым воздухом. Серая ящерица, заметив Леонтьева, быстро побежала по броне и еркнула внутрь танка. Там было пусто, виднелись острые зубцы, развороченного взрывом металла. Со свойственным ему любопытством Леонтьев пошарил вокруг танка, поискал, но ничего не нашел, кроме втоптанной в землю кожаной рукавицы. Леонтьев хотел поднять ее, но сквозь рваную рукавицу пророс подорожник, и ее можно было оторвать от земли только вместе с ним. Леонтьев пожалел подорожник и не тронул рукавицу. Он потрогал на танке, выбоенный от осколков, усмехнулся, подумал, что вот этот сеятель смерти стал игрушкой для наших деревенских ребят, и что никакие танки и бомбы не остановят движение нашей жизни, никогда, ни при каких обстоятельствах. Он пошел дальше. День был на исходе. Машкара толклась в теплом воздухе, на землю спускалась предвечерняя дымка. Вдали на дороге показались люди. Они шли навстречу Леонтьеву. Он остановился, пригляделся. Шли двое, мужчина и женщина. Кажется, это были Анфиса и Коля. Леонтьев замокал рукой, крикнул «Эй!» ему ответил голос Анфисы. Она и Коля уже бежали ему навстречу. Леонтьев остановился, засмеялся и в уголках его прищуренных глаз заблестели слезинки. «Черт знает что!» сказал он, когда они подбежали к нему. «Я сделался чувствительным, как старая дева. Стыд и срам!» Он расцеловался с Анфисой и Колей и, смеясь, потряс Колю за плечи. Анфиса выбронила его за то, что ничего не написал. И если бы Настя не прибежала в лесничество полчаса назад, то они бы его и не встретили. Они сели на песчаный бугорок около дороги и никак не могли наговориться. Оказалось, что надо сейчас же рассказать друг другу очень много важного, но на это не хватает не то, что часов, но целых дней, и потому все разговоры придется пока отложить на ближайшее будущее. Солнце уже село за порубкой. Оно обрушило на землю столько червоного золота, что все вокруг пылало. Пора идти, сказал вставая Коля. Тут кругом болото, будет туман. Они встали. Ну как, спросил Леонтьев, вы поженились? Анфиса и Коля переглянулись, потом Анфиса строго посмотрела на Леонтьева и молча кивнула. Тогда Леонтьев достал из кармана пиджака маленький потертый футляр и раскрыл его. В нем лежали две простые на вид сережки. Но как только заходящее солнце бросило на них свой последний свет, в каждой серьге загорелась яркая капля воды. Это что? Тихо спросила Анфиса. Помните те серьги, что Чайковский подарил девочке фене. Ну да, конечно помню, еще тише сказала Анфиса. Это они. Нагните голову. Анфиса молча наклонила голову, и Леонтьев осторожно вдел серьги в мочки ее маленьких, зардевшихся от волнения ушей. Это вам, сказал Леонтьев. Не от меня, от графены, от Марии Трофимовны, потому что вы одна из тех простых русских женщин, ради которых стоит делать всякие чудесные вещи. Анфиса опустила голову. Румянец сошел с ее щек, она была очень бледна. Потом она подняла на Леонтьева испуганные глаза, обняла его одной рукой за шею, другой притянула к себе Колю, крепко прижалась к эклицам своим горячим лицом, отвернулась и быстро пошла по дороге. Леонтьев и Коля пошли за ней следом. Оба молчали. Коля взял Леонтьева за локоть и крепко его пожал. «Ничего», — сказал Леонтьев, «успокоиться». В сумерки густели, и в сумерках белело только платье Анфисы. Наконец Анфиса остановилась, подождала Леонтьева и Колю, а когда они подошли, взяла их под руки и они пошли рядом. Вечерняя заря догорала на небе. Леонтьев думал, что вот прошел отрезок его жизни, и как будто на первый взгляд ничего необыкновенного в ней не произошло. Но на самом деле жизнь за это время так далеко ушла вперед, что трудно было все это даже осмыслить и оценить. Он чувствовал, что жизнь еще больше приблизилась к тем временам, ради которых работали тысячи его соотечественников, ради которых жил и работал он сам. «Может быть, золотой век уже рядом?» подумал Леонтьев. «Перед этим сознанием меркнет все, все тяготы, неурядицы, неудачи, ошибки. Наш путь правильно проложен на карте. Это главное». И как за вечерней зарей неизбежно придет утреннее во всей своей ясности, в кристаллическом блеске Венеры, в бодрости и тишине, так и за его жизнью, склонившись за середину, придет жизнь молодежи и Анфисы, и Коли, и тысячи других девушек и юношей. «Ради них стоит работать, преодолевать и побеждать, чтобы оставить им в наследство эту любимую землю, великие леса, этот чистейший воздух, богатые поля и города, талантливые книги, разумный привлекательный труд, все, что наполняет жизнь смыслом и радостью. В их руки мы отдаем все свершения своей жизни, отдаем свое сердце и наша самая высокая награда в сознании, что эти руки бережно пронесут все, чего мы добились, что выстрадали ради высокой справедливости, пронесут к новым поколениям и к новым счастливым временам». 1948 год Конец книги Январь 2002 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова «Энварь Продолжение следует...